Добрый день, дорогие участники регионального молодежного онлайн-форума «Создавай». В прямой трансляции форума собрались амичи, которым интересно попробовать свои силы в социальном проектировании. И сегодня вам обязательно расскажут, какой эффект от социального проектирования может быть в реальной жизни и как его добиться. Программа разработана для участников с разным уровнем знаний о проектной деятельности, который поможет определить тест на сайте форума. Он же позволит выбрать наиболее верный трек форума и получить максимум информации. В частности, первый трек «Актив» поможет начинающим авторам проектов разобраться в понятиях и методах социального проектирования. Второй трек «Профи» предназначен для тех, у кого уже есть представление о социальном проектировании и некий опыт в продвижении своих идей. Участникам третьего трека инициаторы перемен могут стать молодые люди, которые уже смогли реализовать свои проекты и теперь хотят сделать их системными. В течение дня на площадках форума с вами будут работать очень компетентные федеральные и региональные эксперты. Воспользуйтесь этой возможностью по максимуму. Задавайте вопросы, которые будут приниматься в чате и в видеоформате. Пожелаю каждому из вас получить максимум полезной информации и приятного общения со спикерами и участниками форума. Добрый день, уважаемые участники регионального молодежного форума «Создавай». С огромным удовольствием передаю вам слова приветствия от губернатора Омска области Александра Леонидовича Буркова и от всех тех, кто заинтересован в продвижении ваших проектов. Проектов социально ориентированных, которые во все времена были очень востребованы. И сегодня так же. Этот год внес изменения в нашу жизнь. Мы поменяли форматы нашего общения. Но при этом, мне кажется, форум в онлайн-режиме позволяет вам с большим количеством таких же талантливых, как вы, пообщаться. С большим количеством экспертов пообсуждать те темы, которые и можно взять в разработку своих проектов. Форум направлен на разные аудитории, на тех, кто только делает первые шаги в социальном проектировании, для тех, кто уже является лидерами и способен доводить свои задуманные проекты до логического их завершения и претворения в реальную жизнь. Я желаю всем, кто будет участвовать в работе нашего форума, успеха и понимания того, что не стоит бояться перемен. Нужно смело браться за те проекты, пользу от которых вы уже сейчас видите, чувствуете и понимаете. Ну а мы традиционно вас поддержим. На форуме вновь пройдет отбор ваших проектов на получение гранта. Я желаю вам всем прекрасного профессионального общения. Оно точно будет. И это мероприятие точно оставит след в вашей жизни. Пусть оно будет успешной. И пусть вы увидите те проекты, которые реально реализуются в жизни. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Мадлен Батурина. И я сегодня буду вашим спикером в ближайший час. И мы с вами поговорим о том, как инструменты социального проектирования можно применять в жизни. Давайте, ну, для начала проверим вообще связь, видно ли меня, слышно. Давайте так, если меня видно, один плюсик. Если видно и слышно, два. А если у вас еще хорошее настроение, то тогда три плюсика. И это не запись, мы в прямом, живом эфире. Так, отлично, вижу. Супер, много-много плюсиков. Спасибо всем, кто включил камеру. Я вижу ваши лица. Я вижу, что некоторые даже сидят не по одному, а по двое. Если вы будете улыбаться, вот, спасибо. Я вижу прекрасных девушек, которые улыбаются. То нам у всех будет хорошее, прекрасное настроение. Я, да, Салават, это я. Я очень рада видеть всех, кого я видела в прошлом году. В прошлом году я была очна. К сожалению, в этом году я онлайн. Но я надеюсь, для вас будет не менее полезно все, что я буду сегодня рассказывать. Я надеюсь, что не просто буду рассказывать, что у нас с вами сегодня состоится диалог. Потому что, мне кажется, самое ценное, это не то, что я расскажу, если я отвечу на тот вопрос, который у вас есть. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, прям думайте их по ходу, пишите. Я обязательно на них отвечу. Презентацию, которую я буду показывать, вам организаторы обязательно направят. Я им уже ее отдала. И если вдруг у нас не останется времени, а вопросов будет очень много, я письменно отвечу на все вопросы или видео запишу. Ну, то есть как-то обязательно, в любом случае отвечу на все вопросы. Поэтому, пожалуйста, задавайте. Чем больше их будет, тем лучше. Я сейчас включу демонстрацию экрана, и мы проверим, что вы видите презентацию. Кто-нибудь, у кого включена камера, покажите так, что вы видите презентацию, и тогда я отлично. Вот, прекрасные две девушки. Я вас вижу. Написано Юля, но вас двое. Я уверена, что кого-то одного зовут Юля, а кого-то, возможно, не Юля. Спасибо вам большое. И мы с вами сегодня поговорим, как инструмент социального проектирования можно применять в реальной жизни. Я расскажу это на примере проектов, в которых я участвовала. Я на самом деле участвую, у меня нет какой-то регулярной деятельности. Я в основном участвую в проектах, либо в больших крупных проектах, которые делает государство, начиная от Олимпийских игр, чемпионата мира, универсиады, лидеры России и много-много разных проектов. WorldSkills. Я была тем лидером сборной России WorldSkills на двух чемпионатах мира. Вот скоро мы поедем на чемпионат Европы в следующем году. Поэтому про проектную деятельность я знаю не просто не понаслышке, я все время занимаюсь. И не только участвую в проектной деятельности, но и организовываю как руководитель проектов, я организовываю проекты, поэтому достаточно много знаю, как это работает. Поэтому буду рада ответить на ваши вопросы. Все, что связано с управлением проектом, организацией проектов, работой с командой в проекте, поиск, все, что связано в проекте, как учить людей, проектная и околопроектная работа, я с удовольствием отвечу на вопросы. Цель нашей сегодняшней встречи, я бы не то, что даже назвала вебинар, я думаю, что встреча, понять, как инструменты социального проектирования можно использовать в жизни. Вот сейчас у меня к вам вопрос, насколько вообще вы знакомы с инструментами социального проектирования? Напишите в чат, там, ничего не знаю, или там, я бог социального проектирования, или я придумал социальное проектирование, или я уже реализовывал проекты, или там, только изучаю. Вот что вы знаете про социальное проектирование, потому что я уже сегодня буду рассказывать, как это применяется в жизни, и важно понимать, какую терминологию, насколько глубоко можно использовать. Так, ничего не знаю, отлично, был опыт, но реализация проекта не состоялась, так, хорошо, спасибо большое. На самом деле, достаточно частая история, причем причины могут быть очень разные, и как раз реализация проекта, это, мне кажется, там, одно из самых таких вызовов и сложных. Так, был опыт, так, отлично, сейчас есть социальный проект, хочу научиться, а затем учить других. Окей, спасибо большое, а всем тем, кто ответил, пишите, да, отвечайте, продолжайте, да, я потом вернусь к вашим ответам, да, вот я вижу, что был опыт реализации социально-педагогического проекта, был проект разовое участие в проектных командах и так далее. Ну, вот смотрите, сегодня я не буду рассказывать, что такое социальный проект, как он устроен и так далее, я расскажу, как эти инструменты применяются в жизни, и буду пояснять, какие инструменты. Потом, когда у вас, я уверена, будут другие спикеры, кто будет рассказывать уже про само социальное проектирование, вы сможете наложить то, что я рассказывала, да, на то, что будут рассказывать спикеры. Но я буду рассказывать не в целом про социальное проектирование, а какие инструменты, и я их обязательно поясню, вы можете использовать и в социальном проектировании, и в жизни. Поэтому, если что-то непонятно, обязательно пишите вопросы, я еще раз вернусь, поясню и так далее. Я сейчас сначала поступим следующим образом. Я вот сначала что-то расскажу, потом вернусь в чат, посмотрю вопросы, какие есть, да, если что-то непонятно, потом опять что-то расскажу, и так будем двигаться дальше для того, чтобы мы с вами все успели, потому что времени у нас всего лишь час, и предлагаю уже приступать. Зачем вообще применять проектирование социальное для жизни, да, казалось бы, есть социальные проекты, зачем это нужно? Ну, на мой взгляд, есть несколько причин, но, наверное, три основных, которые лично для меня кажутся наиболее важным. Первое, вы можете с помощью этих технологий управлять своей жизнью более эффективно, потому что у нас всегда не хватает там времени, у нас всегда не хватает ресурсов, поэтому, если вы этим управляете, если вы используете там различные технологии, то это можно сделать гораздо более эффективно. Второе, это вот сократить путь к мечте, потому что, если вы там хотите что-то добиться и уже даже решили там или не решили еще для себя, что тоже так бывает, это совершенно нормально, тоже немножко про это поговорим, про целеполагание в проекте, чтобы прийти туда наиболее коротким путем, потому что я считаю, что в жизни должно быть много мечт, то есть не одна мечта точно, и чем быстрее вы приходите к тому, что вы хотите, тем больше возможностей в жизни у вас может быть. Поэтому мне кажется, что это очень и очень классно, когда вы можете применять какие-то технологии, да, не просто вот что-то делать. Ну и повысить вероятность достижения цели, да, чтобы не было вот такого, да, что да, вот мы запланировали, но не реализовали, да. Понятно, что всегда есть какие-то обстоятельства, и мы с вами сегодня поговорим, что есть риски проекта, есть риски и в социальных проектах, в принципе в проектах, да, не только в социальных, и есть риски в проектах, которые вы делаете для личных целей. Есть вообще два подхода по жизни, можно плыть по течению, а можно плыть по течению, но управлять при этом, да, вот как если там сплавом кто-то занимается, там или там участвовал в сплаве, да, и такая метафора, что вы все равно плывете по течению, да, не против, но вы при этом выбираете, куда вы идете, вы управляете рисками, обходите там, да, все пороги, которые вам встречаются на пути, возможно, там падаете, но встаете там, да, и снова идете дальше. Потому что если вы просто плывете по течению, не факт, что вы приплывете именно туда, куда вы хотели именно приплыть. Где можно использовать вообще, вот в каких областях личной жизни вы могли бы использовать проектное управление? Ну, во-первых, это карьера, безусловно, 100% выстраивание карьерного трека, это выстраивание там путешествий, потому что в путешествиях есть все то же самое, планирование, цель, зачем я туда еду, там, просто полежать или что-то там увидеть, да, или какой-то суперактивный отдых, или с кем-то познакомиться, либо там познакомиться с местными жителями, да, обязательно там узнать, как это на самом деле устроено, а не как пишут в путеводителях. Это можно использовать в саморазвитии, если вы просто, да, решили заняться чем-то. Ну и при планировании своих увлечений, которые у вас есть, тоже можно использовать ряд элементов проектного управления. Вообще, ну, что такое проект? Ну, обычно всегда начинаются определения, чем проект отличается от регулярной деятельности. Если у проекта есть какой-то понятный временной промежуток, когда вы что-то делаете, причем промежуток может быть короткий, бывают проекты однодневные, да, вот какое-то мероприятие, например, да, там, форум однодневный, это тоже проект. Бывают проекты на несколько лет, ну, например, там, Олимпийские игры с момента подачи заявки до финала, вот, да, причем финал не наступает с закрытием Олимпийских игр, для проекта, допустим, Олимпийские игры заканчиваются плюс еще там минимум год, потому что оргкомитет занимается закрытием, документацией и так далее, поэтому если цикл, он длится там, ну, минимум 6-7 лет, да, то есть проект может быть такой достаточно большой, поэтому проекты бывают по протяженности разные, но, в принципе, стадии и элементы вот проектного управления, они достаточно схожи, вне зависимости от того, этот большой проект или короткий. Также, если вы планируете проект, например, вы решили, не знаю, там, поступить в ВУЗ в какой-то, да, или там, дальше там, в аспирантуру, или вы решили устроиться на работу, это тоже определенное, или там, решили стать кем-то, получить новую профессию, или какие-то дополнительные навыки, вы тоже точно так же, это у вас получается некий проект, да, от начала, там, я хочу учиться там-то, да, и дальше есть определенные действия, которые важно совершить для того, чтобы повысить ваши шансы, что вы это, то, что задумали, реализуете. Всегда есть много-много разных рисков, мы об этом поговорим, как сделать так, чтобы проект реализовался. Вот в любом управлении проектом, неважно, это соцпроектирование, потому что соцпроектирование, это на самом деле классическое управление проектами, но с социальной историей, да, есть, вот если представить, как такую древнюю игрушку, кубик Рубика, это такая 3D-модель, в которой есть три грани, и они отвечают на три очень простых вопроса. Кто, что, как? Вот любое управление проектом, это всегда три составляющие. Кто, то есть какие люди участвуют, кто на проект влияет или стейкхолдеры, и мы про это поговорим тоже с вами отдельно, что стейкхолдеры, почему нужно про них знать и так далее. Что мы делаем, да, какие продукты, проекты, какой функционал, охват проекта и как мы это делаем, да, потому что подходы могут быть очень разные. Может быть проект, который делает одно и то же, ну, например, там, социальное проектирование, условно, да, там, вы делаете какой-то проект благоустройства, да, там, комфортная, доступная среда, например, да, условно. Есть два проекта по доступной среде, но они могут быть очень по-разному реализованы, и у них очень могут быть разные цели. Также и в личной жизни, например, вы решили стать, не знаю, там, серфером или блогером, и пути достижения этой цели, как вы идете к этой цели, можно выстроить очень-очень по-разному. Поэтому ответ на вопрос «как» он никогда не одинаковый, даже если у вас одинаковая цель, ну, похожая цель, то ответ на вопрос «как». И мы с вами сейчас вот по этим трем частям, по этим трем граням пройдемся кратко, к сожалению, там, времени, там, можно несколько дней, да, изучать, там, как устроено социальное проектирование, а вообще проектирование. Я намечу таким пунктирной линией какие-то основные, на мой взгляд, самые важные вещи, которые точно в жизни очень хорошо переносятся, вот, и тогда отвечу на ваши вопросы. Ну, начнем с первого, да, что? Потому что кто в случае, там, жизни, понятно, это вы, да, то есть вы и есть тот участник проекта, хотя вы не всегда можете это реализовывать один. Вы можете, например, если вы едете в путешествие, то вы едете, допустим, вместе с семьей, да, но планируете почему-то вы, да. Если это проект, там, связанный с вашей карьерой, то, как правило, это вы, ну, вам кто-то может, там, в этом помогать, условно, там, ваши, назовем это, команда, там, проекта, да, это могут быть родители, друзья, могут быть какие-то наставники, менторы и так далее. Но сначала важно определить, что, да, сначала цели полагания, что мы хотим, какой проект мы хотим создать. И вот здесь я хочу обратить на ваше внимание, вот на какой момент. Это мало про это говорят и в соцпроектировании, это важно, как для проекта, который вы будете делать, ну, или планируете делать соцпроектирование, так и для личных проектов, которые вы реализуете, там, карьера, не знаю, хобби, путешествие или самореализация. Вот вы можете ответ на, найти достаточно быстро ответ на вопрос, что вы хотите делать. И если спросить большинство людей, в чем, что делают они в проекте, они могут это спокойно ответить, там, мы делаем, там, безбарьерную среду, мы делаем, там, приют для животных, мы делаем, там, клуб для людей серебряного возраста, да, то есть, там, тем, кому уже, там, далеко за 50. Мы делаем, не знаю, площадку, да, для активности, да, и так далее. Или если на личную жизнь, да, перенести человек, говорит, я там, условно, там, не знаю, я врач, да, или я там блогер, да, вот там, то есть, он человек может сказать, что я делаю, да, там, я веду блог, там, и так далее. Чуть меньше людей, компаний способны ответить, как они это делают, в чем особенность, да, вот, в чем особенность, там, приюта, если вы делаете, там, для животных, а как вы это делаете, в чем особенность клуба, который вы делаете, или, там, площадки, или так далее, или в чем особенность этого блога. Но большинство тоже могут ответить, сказать, да, я делаю, там, обзоры на фильмы, фильмы, да, но вот, там, таким-то способом, да, там, уникальным, вот так вот никто не делает. То есть, вот мой способ, он какой-то другой. Поэтому не все 100% могут сказать, в чем все-таки уникальность этой истории. И совсем мало людей могут объяснить, почему они это делают. И, на мой взгляд, это самый главный вопрос. Вообще, и в социальном проектировании, для получения гранта, и в личном проектировании, когда вы проектируете свою, там, жизнь, карьеру, да, ну, карьера, там, часть жизни, или какие-то любые активности. Что это значит? Вот сейчас приведу два примера на социальном проектировании, да, а потом жизненном. Вот у нас был один проект, который на одном из форумов подавала участница. Она выходит и рассказывает, ну, то есть, мне там есть, он же описан, да, и она рассказывает. Говорит, я хочу сделать площадку спортивную, там, в своем населенном пункте, там, я живу в деревне, хочу сделать спортивную площадку для того, чтобы люди могли там, вот, тренажеры, которые будут уличные стоять такие, вот, они могли там заниматься, площадка для активности. Как, ну, вот, там, мы выбрали место, договорились с администрацией, и мы, вот, все это будем делать, там, столько-то времени у нас понадобится, чтобы возвести ее, такие-то ресурсы нам нужны, столько-то людей у нас в команде. Ну, и большинство людей именно так презентуют свои проекты, отвечая на вопрос, что и как. И люди не отвечают на вопрос, почему. Когда мы спросили, почему ты хочешь это сделать, она сказала следующее, что я верю, мне, говорит, очень обидно, что моя деревня умирает, потому что все оттуда уезжают, там нечего делать вообще. И молодежь прям уезжает, как только вырастает, и имеет, как только научилась ходить, сразу уезжает, убегает, чтобы что-то делать, там нечего. А я, говорит, очень люблю место, где я родилась, выросла, оно очень классное и крутое. И я ищу разные способы для того, чтобы, ну, хоть как-то гораздо более интересно стало у нас жить, и люди не так быстро хотя бы уезжали, или, в принципе, хотели остаться. Я не знаю, поможет там площадка этому или нет, но я хочу попробовать, потому что я не хочу, чтобы моя деревня там умерла, не прекратила существование. Вот когда вы рассказываете про свой проект вот так, когда вы понимаете, почему вы это сделали, да, не потому, вот тогда есть и выше шанс реализации проекта, потому что если у вас есть ответ на вопрос, почему, вы точно можете привлечь гораздо больше людей, ресурсов и так далее. И второй пример, да, одна из женщин тоже у нас выступала, она говорит, ну, вот что, говорит, я делаю клуб для людей серебряного возраста, для пенсионеров, там три раза в неделю мы будем собираться, и у нас там будут разные активности. Вот, мы спросили, почему она хочет это сделать, и она сказала, что я верю, что каждый человек имеет право быть неодиноким в старости, и поэтому я хочу сделать пространство, где каждый может найти себе, да, человека, с которым он может там взаимодействовать и быть не таким одиноким. Когда вы в личной жизни планируете какие-то проекты, ну, там, да, не знаю, куда-то поехать, или какую-то карьеру, или какое-то саморазвитие, ответьте на вопрос не только, что вы хотите, и как вы это будете делать, ответьте на вопрос, почему вы это делаете, да, в чем причина того, что вы делаете. Вот там есть один из ярких примеров, был такой борец за права чернокожих в Америке в 20 веке, я думаю, что многие из вас знают, Мартин Лютер Кинт, и у него есть известная фраза «У меня есть мечта», да, там в английском она звучит «I have a dream», и до него было очень много борцов за права афроамериканского населения. Но он вошел в историю, потому что он не просто сказал, слушайте, ребята, у меня есть план, то есть что и как, у меня есть план, как это сделать. Он сказал, у меня есть мечта, что когда-нибудь, да, там, и афроамериканцы, да, и коренные жители, и белые жители, все жители Америки, все будет там демократично, равенство наступит и так далее. И люди к нему присоединялись и шли за ним, и он остался в истории, потому что он коммуницировал свой проект, свои жизненные ценности через «почему». Поэтому очень вам рекомендую, вам рекомендую как в вашем проекте социальном, так и вообще в том, что вы делаете по жизни, да, вот с точки зрения там своей, планирования своей жизни, найти ответ на вопрос «почему вы это делаете?». Это не банальный, на самом деле, вопрос, кажется, ну как, почему, потому что мне нравится. Потому что мне нравится — это такой слабый ответ на вопрос. Я вам в конце порекомендую литературу, которую можно почитать дополнительно. Вот про это есть целая классная очень книжка. Вот, поэтому как искать ответ на этот вопрос, почему, как вырабатывать это ценностное поле. И очень вам рекомендую при защите проекта начинать с «почему», а потом рассказывать, что и как. Вы тогда эмоционально зацепите людей, которые принимают решения, и шансы, то, что вы добьетесь, получите больше внимания, точно гораздо выше. Следующая история, в чем обязательно, какой инструмент нужно использовать при целеполагании, как в своей жизни, так и в любом случае в проекте. Я думаю, что многие из вас знают, какой смарт. СМАРТ — это аббревиатура, составленная из английских слов. СМАРТ вообще умный по-английски. И еще аббревиатура. Какая должна быть цель? Цель должна быть умная. Что значит умная? Цель должна быть конкретная, то есть не просто хочу чего-то, а какой-то результат конечной цели. Обязательно измеримый, я сейчас раскрою каждый пункт, достижимый, значимый и определенный во времени. Что это значит? Что значит конкретная цель? Вот когда вы ставите себе в личной жизни цель улучшить спортивную форму, очень сложно в конце, во-первых, определить, где проект кончается, и как вы поймете, что это произошло. А вот гораздо более конкретно — это два километра за час проплывать. Это пример, может быть, весить сколько-то килограмм, или бегать сколько-то секунд, минут и так далее. Или, например, часто молодые люди говорят, моя цель — обрести финансовую независимость. Это не конкретная цель вообще. Это в целом, что вы хотите, но с точки зрения целеполагания цель должна быть конкретна. Я хочу зарабатывать в три раза больше, ну, как пример, или чтобы не брать у родителей денег, тоже достаточно конкретная цель, и так далее. Стать известным писателем тоже, что значит известным, или стать известным блогером, что значит известным, сколько подписчиков и так далее. То же самое в проекте. Открыть приют, не просто приют, какой приют, сколько чего там, и так далее. Значит, измеримая. Что такое измеримая цель? Важно понимать, что это можно посчитать. Все, что невозможно измерить, этим невозможно управлять. То есть не может быть цель создать самую быструю машину. Должны быть какие-то параметры, в чем эта быстрота. Это либо время разгона, либо максимальная предельная скорость, либо время преодоления максимального расстояния без остановок. То есть вот какая цель должна быть измерима, как ту, которую вы ставите личную себе, так и в проекте, который вы делаете. Цель должна быть достижима. То есть не слишком легкая цель, она, это не очень, да. Ну, там провести совещание, ну, так себе цель, да, пошел и провел там. Или там пойти на тренировку. Ну, пошел и потренировался. И есть невыполнимые цели, там мир во всем мире. Это, конечно, прекрасная мечта, это замечательно, цель там не очень выполнима. Поэтому цель важна, чтобы была достижима. Хорошо, когда напряженные, но достижимые цели, например, там вот целью, там, российского образования, могла бы там обеспечить, там, вхождение в пять вузов страны, и международный рейтинг 100 лучших вузов в течение 5 лет, да. Или там, если вы хотите стать известным блогером, там, войти, не знаю, там, в топ-5, в топ-10 или в топ-20 блогеров, там, да, либо региона, либо вообще федеральных блогеров, да, и так далее. Ну, еще важно понимать по какой-то версии. Цель должна быть актуальна, потому что, например, если вы котик, вам не нужно быть с фитоняшкой, да, котику клево, когда он котик, да, хороший такой котик, ну, и хозяину клево, когда котик такой, да. А если у вас есть цель, там, улучшить спортивную форму, то тогда, да, эта цель для вас релевантна, поэтому цель, может быть, для вас не актуальна, да, то есть не каждому человеку хочется, там, быть в актуальной спортивной форме. Это нормально совершенно, то есть каждый может поставить себе цель. Поэтому цель должна быть важна. Нужно не просто хотеть, нужно понимать, что вы ее хотите, ну, она вам нужна. Она должна быть ограниченная по времени. То есть нельзя сказать, я хочу быть известным блогером. То есть должна быть цель, что я хочу быть блогером, там, условно, там, сто тысяч подписчиков, там, через два года. Тогда, понятно, через два года произошло это или не произошло. Потому что, если вы просто хотите, там, быть известным блогером, да, то так можно никогда к этому и не прийти, проект может быть не реализован. Поэтому обязательно, когда вы ставите цель, проверьте, что ваша цель смарт. Как в вашем проекте социальном, что вы хотите добиться, так и в вашей жизни обязательно смарт-цели. У вас их может быть много. Вот у меня, например, есть цель сейчас, я последние 10, наверное, лет, чуть меньше, 8 лет занимаюсь обучением и развитием и хочу какую-то новую карьеру построить. Вот у меня сейчас есть цель, у меня есть план, как я этой цели достигаю, стать сценаристом сериалов и написать сериал для Нетфликса. У меня есть мечта когда-нибудь, что мой сериал выйдет на Нетфликсе, и моя дочь будет верить, что я крутая мама. Поэтому у меня есть смарт-цель. Через сколько лет мой сериал условно должен оказаться где-то там в очень правильном, классном месте. И какой там это должен быть сериал. То есть не просто хочу стать сценаристом, а когда это должно произойти. Там есть определенные шаги, которые я предпринимаю к этому и так далее. Это один элемент целеполагания. Второй элемент целеполагания, он тоже может применяться и в соцпроектировании, и в личной карьере. Это называется так называемая стратегия ежа, потому что еж, когда на него нападает, он такой раз, кругленький становится, с шипиками. Вот у вас такие, важно, чтобы были шипики. Вам важно определить, к чему у вас есть страсть, к чему талант. Это очень важно. И еще за что платят. В случае социального проектирования, это не за что платят, а что наиболее актуально, наиболее востребовано. И вот на пересечении в центре вот этой вот истории лежит то, чем, наверное, стоит заниматься. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание, что иногда этот подход, это вообще известный мировой подход, надо очень аккуратно его использовать, потому что мы живем во времена, когда будущее очень туманное и непонятное. И надо уметь смотреть по сторонам. То есть, смотрите, вы поставили себе какую-то цель, идете к ней, это все здорово, но нужно обязательно, вот не как в песне не смотри ты по сторонам, а нужно смотреть по сторонам, потому что появляются всегда какие-то новые занятия, профессии. Вы раньше думали, даже не подозревали, сейчас условно, допустим, возьмем, дроны. Это не новая технология, но, например, лет 10 назад никто понятия не имел, что дроны вообще там будут, ну, там кто-то, может, там думал, но это не очевидно было всем. И никто из людей вообще не думал, что у них есть страсть поуправлять дронами, и тем более, что за это платят. И что у них еще есть там талант, да, они умеют это качественно, смогут научиться это качественно делать. Поэтому сейчас уже возникают какие-то направления, в котором, возможно, у вас есть талант, возможно, будет есть страсть к этому, и мега будет востребована. Поэтому, если у вас нету какой-то жизненной цели, это нормально, здесь не нужно переживать, потому что, возможно, или там, вы говорите, мне так все интересно понемножку, но что-то прям такого, что вау, я не сплю ночами, такого нет. Возможно, это появится, это совершенно нормально, поэтому не пытайтесь, то есть идти все время только прямо. Смотрите по сторонам, потому что часто все самое интересное может приходить сбоку. Также и в социальном проектировании вы определяете, что вам интересно сделать в проекте, к чему у вас есть талант, и что наиболее востребовано. И на этом пересечении вы реализуете, делаете свой проект. Значит, теперь по поводу к тому, к чему у меня есть талант, и вообще фокус развития жизненный и так далее. Сейчас я вам расскажу про один эксперимент, а потом поясню, что он значит. Значит, взяли две группы студентов, которые медленно читали 90 слов в минуту, ну, в среднем, и которые побыстрее читали, там, 300 слов в минуту, или, там, 350 слов в минуту. Значит, их месяц учили на одних и тех же курсах по скорочтению. И через месяц снова протестировали. Значит, после обучения те, кто читал 90 слов в минуту, стали читать 150 слов в минуту, улучшили свой результат. Этот 67% роста. А те, кто читал 350 слов в минуту, как вы думаете, напишите в чат, сколько они стали читать через месяц слов в минуту? Вот они раньше 350 читали. Сколько? Ну, примерно. Порядок какой? Так же, ага. Ну, 380, да, такой чуть-чуть. 360, 400, 400, 450, 370. Еще есть ли варианты? Еще иногда бывает вариант. Встали читать меньше, ну, отупели, да, пока учились и так далее. Сейчас я вам покажу цифру. Цифру, возможно, она вас немножко шокирует. Да, они стали читать больше 2000 слов в минуту. Это 729%. Это абсолютно реально. Я читаю 2100 слов в минуту. Я не училась на курсе скорочтения. Просто у меня талант читать быстро. Плюс это необходимость моей профессии. Очень много выходит разной литературы, бизнес. И если я не умею быстро читать и обрабатывать, ну, я не очень буду успешна в профессии. Значит, о чем это говорит? Вот раньше была стратегия, шок-контент, я согласна. У меня был шок-контент, когда я увидела это исследование. Три года назад была презентация этого исследования. Это делала мировая компания Gallup. А это самая известная в мире компания исследований. Там не могло быть никакого. И это не единственное исследование, их много. О чем это говорит? Вот раньше была такая парадигма, что любой человек может чего угодно добиться в жизни. А на самом деле это не так. То есть, вернее, вы можете добиться чего угодно. Я считаю, что любой человек может добиться чего угодно. Вопрос времени. И насколько он будет успешен. То есть, например, я могу захотеть стать балериной. И, возможно, если я там вот упрусь и буду там, не знаю, ни есть, ни пить, тренироваться, я стану балериной, но я никогда не стану прима-балериной в большом театре там или где-то. Буду там в кардебалете в третьем ряду плясать. И еще ничего в жизни больше видеть не буду, потому что у меня нету к этому ни таланта, ни способностей. Ну, ничего, балериной стать смогу. Как бы формально балерина, но это не смарт-цель. Если я хочу быть суперуспешной, то есть ваши таланты, то, что делает вас успешным, да, условно там, вот там самый яркий пример. Возьмем Юрия Дудя. У него есть там таланты, да, определенные. Поэтому он Дудь, да, а не один из блогеров, да. Не знаю, там возьмем кого угодно еще, да, в любой профессии, это то, что делает ваши таланты, делает вас успешными. И развивать нужно таланты. Бессмысленно развивать слабые стороны, потому что вы тратите время на развитие того, что у вас разовьется, но вот так. Ну, то есть вы читали 90 слов, станете 150. Ну, это не такой уж и прогресс. Но если ваш талант – быстрочтение, и вы еще усилите его, вы будете лучшим там, ну, там в регионе, в городе, в мире и так далее. Поэтому, к сожалению, ну, такая есть парадигма часто, особенно в компаниях. Мы работаем много с компаниями, чтобы из этой парадигмы избавиться. Когда людей делают оценку, определяют их слабые стороны, начинают качать слабые стороны. Это бессмысленно. Это не значит, что если у вас проблемы с тайм-менеджментом, не надо вообще там приходить никогда вовремя. Вы такие, ну, это моя слабая сторона. То есть слабые стороны нужно развивать до того момента, пока они не мешают. То есть если вам мешает слабая сторона жить, то есть условно, например, вы хотите публично выступать, и у вас, например, есть конкретный дефект речи. Если он маленький, вы можете его исправить, но вы никогда не станете лучшим оратором в мире, потому что это ваша несильная сторона. Но вы можете исправить дефект речи, чтобы не комплексовать, когда вы выступаете. Но вы никогда не станете оратором, потому что ваш речевой аппарат, ну, все равно, ну, как бы, не, можно упереться там камней в рот и миллион. А зачем? Да, если у вас есть какой-то другой талант. Поэтому определите, в чем у вас талант. Есть масса способов, как это сделать. И еще раз, да, помните, что ваши таланты иногда могут раскрываться по ходу. То есть, да, там, через 10 лет вдруг окажется, что у вас есть талант к тому, чему вы даже не подозревали, потому что еще это как-то не было открыто, да. Может, у вас есть талант дышать на Марсе, да. Мы этого не знаем. Надеюсь, что Илон Маск нам в этом поможет. Поэтому и так же и в социальном проектировании. Лучше делать проекты, в которых у вас есть талант. Тогда у вас есть гораздо больше шанс реализовать. T-shaped, ну, сейчас не буду долго на этом останавливаться, у нас мало там времени, да, много хочется чего рассказать, ответить еще на ваши вопросы. Считается, что сейчас самые эффективные люди, да, и как цели ставить, когда у вас есть экспертиза в чем-то одном, и еще вы развиты немножечко в разных направлениях. То есть вы и про финансы знаете, и про маркетинг, и про продажи, и про контент, как делать, как продвигать в соцсетях. Ну, у вас есть какая-то, как буква в КТ. Ну, у вас есть такая вот какая-то одна конкретная компетенция. Да, если там кому-то что-то будет интересно про это, можете загуглить. Тоже один из подходов к построению карьеры в современном мире. И еще один подход, я про него не буду долго рассказывать, но это четыре области, в которых считается, что наиболее востребованные профессии. Это science, наука, да, все, что связано с наукой, потому что сейчас технологии развиваются и так далее. T — это technology, все, что связано с технологиями. E — это engineering, все, что связано, да, с проектированием и так далее. A — это art, это искусство. А все, что связано с креативностью. Креативные люди, то есть сейчас, так как все решения известны, уже найдены, креативность — одна из главных компетенций. И M — это математика, как ни странно, потому что большие данные и так далее, все строится на математике. Если вы выбираете строить карьеру в одной из этих пяти областей, шансы на успех гораздо выше, потому что это самое востребованное от отрасли в современном мире. И кратко покажу, у вас будет эта презентация, вы сможете посмотреть. То есть, когда вы ставите цели, важно понимать, что самое актуальное. Вот это то, что сейчас актуально, если вы хотите быть успешным в современном мире. Какие компетенции основные? Это главное. Понятно, что есть еще там масса всего, но это самое главное. Так и в соцпроектировании вы определяете, что наиболее актуально для вашего региона, для вашего города или на федеральном уровне. И вы это качаете, вы это делаете в рамках проекта. Теперь буквально несколько слов «как». Обязательно сделайте исследование как в соцпроекте, так и в личном проекте. Делал ли кто это до вас? Делал ли кто-то приюты для животных в вашем городе до вас? Или становился ли кто-то успешным блогером до вас? И посмотрите, что они делали как для того, чтобы взять какие-то идеи, инсайты или какие-то, возможно, учесть ошибки. Обязательно советую вам еще помнить о рисках проекта. Не буду тоже останавливаться. То есть всегда есть риски. Даже в однодневном проекте есть риск, что там пойдет дождь, например, и вы не можете что-то сделать. В большом проекте вообще рисков миллион. В классическом проектном управлении риски рассчитываются от силы удара от финансов, то есть насколько много денег нам нужно потратить в личной жизни и от финансов, и от времени. И в социальном проектировании тоже от финансов, и от времени. И вот эти риски нужно разложить на матрицы и посмотреть, насколько вероятно, что они будут. И финально, перед тем, как ответить на вопросы, еще хочу сказать про стейк-холдеров. Кто такие стейк-холдеры? Это все те, кто может повлиять на достижение проекта, как в личной жизни, так и в социальном проектировании. Есть такое правило, что людей, которые влияют на ваш проект, всегда на один больше, чем вы знаете. Как и в личной жизни, вдруг появляется кто-то, кто неожиданно, вы планировали какой-то, не знаю, бомбический запуск проекта, и вдруг кто-то раньше вас это делает, и вы уже второе, а не номер один. Вы понятия не имеете вообще, что он об этом это делал. Или вдруг там появляется бабушка ваша, которая говорит, нет, там есть семейное предание, если ты будешь делать это там, проклятие на всю семью, и все такие, о боже, о нет. То есть всегда есть кто-то, о ком вы не знаете, кто может повлиять на ваш проект. Стейк-холдеры, это могут быть и в социальном проектировании, в личной жизни, физические лица организации, либо которые активно помогают вам реализовывать проект, либо на чьи интересы может повлиять проект, либо кто не участвует в проекте, может повлиять на его результаты, например, там, не знаю, органы местной власти, они вдруг решили запретить, там, не знаю, там, что-то, или наоборот разрешить. Значит, кого включать в список, вот чек-лист, у вас будет такой, вы всегда сможете к нему обратиться, не буду сейчас на нем останавливаться, кого включать в список стейк-холдеров вашего проекта и как анализировать стейк-холдеров. Значит, на что хочу обратить ваше внимание вот на этой матрице. Все стейк-холдеры распределяются на такие четыре условных квадрата. Есть, так называем, о том, как они к вам относятся и насколько они сильно влияют. Есть большие братья, это те, кто поддержит ваш проект, например, там, родители, если это личный проект, либо там, не знаю, администрации города, если это соцпроект, они говорят, молодец, давай, у тебя все получится и так далее. Есть там Змей Горыныч, это кто на вас сильно влияет, но негативно относится к тому, что вы делаете. Тоже могут быть родители, которые говорят, нет, ты что, с ума сошел, добровольцем, это же секта, не смей туда ходить, это же ужасно, там, козленочком станешь. Вот. А есть, когда негативное влияние, но слабое воздействие на вас, да, это недовольные соседи, там они говорят, вот, что он там делает, та-та-та и так далее. И есть люди, которые позитивно к вам относятся, но слабо влияют на то, что вы делаете, это болельщики. Так вот, особенность стейкхолдеров в том, что если вы с ними не работаете, они могут перетекать, то есть большой брат может стать Змей Горынычем, при этом Змей Горыныч тоже может стать большим братом. Поэтому важно определить всех тех, кто может повлиять на ваш проект и уметь с ними работать. Поэтому, когда вы занимаетесь социальным проектированием и используете эти инструменты в жизни для планирования там карьеры своей, либо каких-то других активностей, помните о вот этих трех гранях, кто, что, как, да, и основные моменты. И для того, чтобы сделать проект, да, необходимы цели, масштаб, время, ожидания, то есть смарт обязательно, всегда что по смарту, какие ресурсы, риски, и делаете план там, два, три, четыре, пять, да, то есть что, как, где, когда, обязательно план, без плана очень сложно. И всегда, конечно, лучше иметь альтернативный план, ну, как минимум, хотя бы его понимать. Вот. И мне очень нравится цитата, прекрасная книга, очень рекомендую ее прочитать, очень интересная, нам немного говорили в последнее время. Всегда важно вкладываться в собственную адаптивность, развиваться, потому что мы точно не знаем, что будет актуально завтра. Возможно, тот проект, который вы делаете сегодня, он может завтра быть неактуален, либо наоборот, то, что у вас есть какая-то задумка, сейчас неактуально, а завтра суперактуально. Но точно нужно изучать различные инструменты, уметь их применять, потому что в любой момент они могут вам пригодиться. Я готова ответить на вопросы. Я на экране сейчас список литературы, который по теме точно, мне кажется, я отобрала самые-самые книги, вот, поэтому вы видите его на экране. Одна книжка на английском языке, она не переведена еще на русский, но, на мой взгляд, это одна из самых крутых книг, которые я читала в последнее время, про то, как ставить цели, управлять там карьерой, и вообще жизнью, и целеполаганием. Поэтому, если вы читаете по-английски, я вам очень-очень рекомендую. Теперь я готова ответить на вопросы, в то время, которые у нас есть. Значит, вопрос. Если вы, будучи экспертом, видите хороший проект, но человек, который защищает его на конкурсе, немного запинается, потому что нервничает, поддержите ли вы такой проект, ли на конкурсе нет права на ошибку? Ну, смотрите, запинание и волнение, это же не ошибка. Ошибка, на мой взгляд, это там, если вы неправильно определили цели проекта, если вы не понимаете рисков проекта, а если вы волнуетесь, так это нормально, на конкурсе все волнуются. Если вы не волнуетесь, значит, вы умерли. Я всегда волнуюсь перед выступлением. Я поступаю каждый день несколько раз в день иногда. Я всегда волнуюсь, потому что это новая аудитория. Это нормально. То есть я волнуюсь, если вы волнуетесь, что у вас трясутся руки, это плохо. Но если у вас внутри есть волнение, это отлично. Вот я считаю, что спикер, который профессиональный, выходит и не волнуется, значит, ему плевать на аудиторию. Ну, вот как она вас примет или еще что-то. Я бы лично поддержала, потому что человеку не все равно. Если человек, конечно, в обмороке, ну, водички бы ему и снова бы послушали. Вот, поэтому это вообще ни разу не страшно. Комментарий есть. Может, корректнее назвать способности, а не талант? Ну, может быть, да. Ну, вообще, принято просто устоявшиеся для терминологии талант, хотя, согласно, можно назвать способности. Как быть с мотивацией? Сегодня человек может все расписать, распланировать, а завтра ему будет банально лень. Как себе напомнить, что вообще тут есть какие-то цели? Ой, это сейчас супер вопрос. Прокрастинация. Наш друг, я сама такая же, у меня миллион целей, а потом мягкий диван, он меня и Netflix, они иногда побеждают в моей жизни. Есть много способов. Один из способов – вести обратный отсчет. Мы так делали на Олимпийских играх. То есть мы не говорили, что это будет в 2014 году такого-то числа. Мы каждый день отлистывали до церемонии открытия столько-то дней, до церемонии открытия столько-то дней. Когда, вот как ни странно, психологически это гораздо сильнее влияет. То есть, во-первых, ведите обратный отсчет. До окончания проекта столько-то дней, столько, потому что мозг воспринимает, когда вы говорите, ой, через два месяца, ой, через два. А когда осталось 59 дней, это уже немножечко по-другому. Это первое. Второе – ну, кому-то помогает рассказать об этом людям, а потом стыдно, что ты не сделал. Да, не всем помогает, но кому-то помогает. Всегда вообще, знаете, есть такая пословица «У отсутствия результата есть две вещи. Ноль результата и красивая история об этом». Почему это не произошло? Особенно сейчас удобно, там, ковид настал, там, вот, да, там, санкции или еще что-то. Вот. Это всегда, там, ну, это вообще отдельный разговор. Я считаю, что таких обстоятельств практически нет, неопреодолимой силы. Вопрос, да, какие-то сложнее преодолеть, какие-то проще, но точно можно. Поэтому и вопрос, знаете, с мотивацией, когда лень, когда вам реально очень… Это же вопрос, почему, во-первых, вы это делаете, а вопрос, что? Вот если вам реально это нужно, вот прям вообще, вот, будет у вас мотивация, не будет. Вот я помню, я приехала в Москву поступать, у меня не было там родителей, я из очень маленького города приехала в Москву, у меня была мечта учиться в лучшем вузе страны. И я жила в общежитии, я искала работу, в 90-м году найти работу, это никак сейчас, вообще было невозможно. Ну, там не было ни компаний каких-то там особых и так далее. Это был просто ад и трэш. У меня была настолько сильная мотивация учиться там в лучшем вузе страны и остаться в Москве, да, там в том период, на тот период, что я готова была сделать все, что угодно, да. И я там не спала, работала на двух работах и что-то так не делала. Сейчас, когда уже такого сильного стимула нет, когда уже все нормально, те цели, которые я ставила, я часто достаточно прокрастинирую. Поэтому цель должна быть для вас значима. Если цель для вас незначима, то прокрастинация будет. Почему вы скачете с одного на другое, о чем конкретно вы хотели нам рассказать? Ну, я хотела наметить те моменты, да, которые мне, кажется, важны для того, чтобы помнить и что важно в социальном проектировании, ключевые моменты. У меня не было сегодня задачи рассказать про социальное проектирование, у меня была задача показать, какие инструменты работают в личной жизни. Поэтому я показываю, да, вот эту карту наношу, да, вот это есть, вот это, вот это, вот это. Дальше ваши задания, ну, как бы, как я обычно делаю, я выбираю то, что во мне отзывается и с этим там в дальнейшем изучаю больше и работаю. Поэтому, если, ну, Оксана, вам показалось, что я скачу, я учту обязательно это замечание на будущем, но в самом начале я сказала, что я намечу какие-то такие точки, о которых точно важно помнить, да, потому что времени мало. Будет ли запись? Думаю, что да, наверное, потому что у меня горит экран, ведется запись. Как справиться с волнением? Как побороть себя? Как вести, когда ты сталкиваешься с неудачами? Ну, хороший вопрос. Неудачи, это вообще хорошо. У меня было в карьере несколько не просто неудач, а прям провалов, когда мне казалось, что моя карьера закончена. У меня было два таких провала, когда было очевидно, что это моя вина, и люди это видели, ну, когда я была вообще никак не спрятать, не исправить, даже исправить было нельзя. И я одну из неудач очень тяжело переживала, я там 4 месяца пыталась отойти от этого, и мне казалось, что все вообще и так далее. вот, поэтому, ну, как бы, да, я согласна, что неудача это маленький шаг к успеху, но в момент, когда неудача произошла, ты про это, ну, не думай, это сложно очень, да, думать, ну, да, вот, из лимонов можно сделать лимонад и так далее, да, вот, а важно понимать, да, ну, как бы, сначала важно дать возможность себе, когда произошла неудача, проэмоционировать, да, вот, пережить это, да, там, поплакать, все пропало, жизнь, боль и так далее, это важно делать, а потом важно понять, там, три ключевые вещи, которые точно там, или там, может быть, их не три, она может быть одна, которые точно вы больше, что вы сделали не так, иногда, это может быть, не только вы не сделали, да, иногда какие-то, может, внешние обстоятельства, но всегда есть не только, нужно нас поискать, не только внешние, но и внутренние обстоятельства, что вы сделали не так, и что, я всегда задаю вопрос, что я могу сделать по-другому в следующий раз, Для меня это главный вопрос, что я могу сделать по-другому. У меня даже есть тренинг, как из неудачи сделать карьеру, потому что стартаперы, большинство людей проваливаются. И сейчас в последнее время тенденция, наоборот, брать людей, которые терпели неудачи, потому что если они терпели неудачи, шанс, что у них будет удача выше, потому что человек, который всегда удачлив, рано или поздно у него будет неудача, ну так мир устроен, а тот уже совершил кучу ошибок, и ты его берешь уже достаточно опытного. Поэтому, а с волнением справиться? Есть физиологические способы справиться с волнением, например, спикеры или спортсмены, если вы понаблюдаете перед стартом, например, особенно пловцы это часто используют, но и спикеры многие, которые выступают. Есть такой способ, он просто физиологический. Нужно руки широко раскрыть и вот так вот несколько раз, вот так вот руками очень широко сделать. Когда вы так сделаете, раз 10, только главные движения должны быть такие вот очень широкие. У вас грудная клетка и вообще весь организм насытится кислородом, у вас изменится внутри соотношение гормонов, и это очень сильно помогает. Второе, что очень сильно помогает, когда вы выступаете, если вы волнуетесь, возьмите что-то в руку. Например, вот я часто, когда учу тренеров, кликер, да, то, что переключает слайды, используем как стабилизатор. Если нет кликера, возьмите маркер в руку, но только что-то не очень сильно заметное, потому что вы с маркером, может, вы там что-то хотите нарисовать на флипчарте. То есть, когда вы сжимаете что-то в руке, но только не показывайте все время кулак, кому вы рассказываете, это как будто угроза, но сжимая что-то в руке, у вас в какой-то момент волнения становится все меньше и меньше. Потом можно этот предмет там положить, когда вы поняли, что справились с волнением. Мне больше нравятся какие-то технологичные способы работы с волнением, а не аутотренинг такой, там, я не волнуюсь, я не волнуюсь, я крутой, я готов. Нет, тоже классно, но не всегда помогает. А когда вы в руке что-то держите, это гарантированно поможет. На шатырь, да, но если я понюхаю на шатырь, я приду в такое, мне кажется, состояние, которое вряд ли поможет мне. Если вы волнуетесь так, что вам нужен на шатырь, да, но главное, что если чуть-чуть на шатыря, да, действительно, есть такой способ. Многие это делают, даже футболисты иногда присмотреться, можно увидеть, что они, ну не все, но некоторые делают. Спасибо, Олег, что напомнили. Будет ли продолжение обучения, более подробный разбор? Конечно, я думаю, что у вас будут спикеры, которые будут про социальное проектирование рассказывать вам, что оно есть, как оно устроено и так далее. Да, еще раз, у меня была задача показать, какие из инструментов работают в личной жизни, да, не научить вас социальному проектированию, а показать те инструменты, о которых нужно точно помнить и которые важны. Вот, мой час закончился. Если еще есть вопросы, пожалуйста, да, я потом могу на них ответить письменно. Если вопросов больше нет, спасибо большое. Мне было очень приятно с вами провести это время. Жаль, что не видно всех в Zoom, и жалко, что, конечно, не очно, потому что Zoom, к сожалению, не заменит очный, хотя в онлайне тоже миллион есть, конечно, преимуществ. Да, хочется больше, согласна. Вообще, час — это очень мало времени, да, там про многое можно очень долго рассказывать. Да, можно ВКонтакте обменяться. У меня нету соцсетей, это моя сознательная стратегия, у меня никогда их не было. Я знаю, как их вести, но у меня нет соцсетей, потому что, ну, есть много разных причин, да, когда-то давно я решила, что это, там, моя стратегия, поэтому, к сожалению, у меня нет соцсетей, но я могу оставить, ну, обычно, да, если я, там, организаторы не против, и они напишут сейчас, что не против, я могу оставить вам адрес электронной почты. Я обычно всегда оставляю, и если у вас есть какой-то вопрос, там, вот, какую-то книгу или еще что-то, если какой-то короткий вопрос, я всегда отвечаю и, да, с удовольствием отвечу, да, на вопрос, там, может быть, не в день в день, может быть, через пару дней, но всегда отвечаю. Поэтому, если организаторы, там, не против, я могу оставить адрес своей почты, и если вдруг какой-то вопрос будет по книжке или еще почему-то, я с удовольствием это сделаю. Да, не против. Пишет Никита. Никита, я надеюсь, что вы организатор, да. Окей, я вижу, что кто-то поднял руку, а я не знаю, если вы хотите включить микрофон и что-то спросить и сказать, то, наверное, организаторы могут это сделать. Да, я просто увидела, что кто-то из участников, написано, что поднял руку, да, поэтому давайте готовы ответить на вопрос и не только письменный, но и личный. Да, мне кажется, была рука, но я просто не вижу, к сожалению, полные экраны, не вижу всех. Окей, тогда спасибо всем большое. Если у вас какие-то остались вопросы, я готова еще раз коротко на них ответить. Спасибо большое. Всем хорошего дня, успешного форума и желаю вам всем защитить проекты и получить грант, если у вас есть такая цель, и делать проекты, которые в первую очередь вдохновляют вас, потому что если вас проект не вдохновляет, он не вдохновит и людей, которые будут вас слушать и решать, применять грант или нет. Нет, я считаю, что нужно не делать не конъюнктурный проект, а самим создавать тренды, то есть если вы этот тренд делаете, если вы верите в проект, то точно в него все получится. Поэтому если вы верите и с волнением точно справитесь и с чем угодно, главное верить, да, потому что настоящих буйных мало. Я надеюсь, что вы настоящие буйные и точно у вас все получится. Всем спасибо большое. Пока. Ребята, хочу сказать еще раз, что у нас сегодня с вами будет практическое небольшое занятие, не теоретическое, чтобы немного вас отвлечь от вот этой вот части огромной информации, потому что я знаю, что социальное проектирование это далеко не просто, и вам нужно, конечно, что-то такое, чтобы немного взбодриться, тем более у нас утро, и мы с вами проведем своеобразную голосовую, так скажем, зарядку. Я сейчас небольшой кусочек застала вашего мероприятия, предыдущего лектора, и поняла, что вас очень волнует вопрос волнения, защиты во время защиты проектов, и на самом деле я не хотела, конечно, большой акцент в своем выступлении на этом делать, но мне кажется, что придется, потому что это действительно важная вещь. Дело в том, что я и сама защищала не раз социальные проекты, и знаю, что защита это, конечно, очень-очень волнительно, но все же прежде знаю, что побежала вперед и забыла вам представиться. Меня зовут Татьяна, Татьяна Данчишина. Наверное, вы уже знаете, что я являюсь ведущей нескольких радиостанций в городе Омске. Это новое радио и дорожное радио. Когда-то это была еще милицейская волна, но сейчас все немножко поменялось. Поэтому, конечно же, первый раз, да, главное, вернее, о чем вам хочется сказать, о чем я могу сказать, это, конечно же, какие-то голосовые вещи, наша речь. Вот, я стала видеть чат, здорово, что все меня слышно, и то, что да, то, что я волнуюсь. На самом деле я хочу согласиться с предыдущим оратором. Это действительно так, потому что всегда, если мы болеем чем-то, если мы переживаем за результат, то, конечно же, мы будем волноваться, удастся ли нам донести свою мысль, удастся ли нам получить отклик от аудитории. Это действительно очень важно. Я считаю, что такие вещи, как аутотренинг, о котором раньше уже тоже было сказано, конечно, они здесь и сейчас, и сиюминутно не работают. Но если вы будете заранее себя настраивать, если вы будете себя готовить к тому, что это не последняя защита в вашей жизни, у вас еще впереди очень много шансов, и если не получилось сейчас, то получится обязательно в будущем, значит, это просто сейчас не ваш шанс. Кроме того, нужно учитывать, что в жюри очень часто тоже сидят люди, которые могут ошибаться и могут где-то не понять, не разглядеть ваш проект, не понять, насколько он важен здесь и сейчас, а, возможно, вам нужно еще будет над ним поработать. Поэтому не нужно ставить на этом крест, поэтому не нужно говорить, что себя настраивать так, что здесь и сейчас, а больше никогда. Нет, это не так, это самый главный аутотренинг, который, я считаю, вы должны с собой проводить, вы должны себя таким образом настраивать, у вас впереди еще очень много возможностей, которыми вы должны пользоваться. Ну и, конечно, хотелось бы сказать о практической какой-то части, раз уж мы сегодня с вами практикой занимаемся, то, конечно же, очень важны для успокоения нервной системы нашей дыхательные различные практики. Наверняка вы слышали о том, что существуют там определенные системы вдохов-выдохов, но если такую взять основополагающую, да, то это же, конечно, длинный выдох, акцент именно на длинном выдохе. Мы можем даже сейчас с вами потренироваться, вы можете сидеть или стоять. Я стою специально, потому что нам так проще будет делать упражнения, вот, но, в принципе, сидя вы тоже можете это делать. Если вы стоите, то обязательно должны в устойчивом положении находиться на двух ногах, вот, если сидите, то тоже, пожалуйста, с ровной спинкой. И, ну, постарайтесь все-таки участвовать, потому что мне хотелось бы вам немного интересной какой-то практической информации донести и немного вас расшевелить. Так вот, давайте все-таки начнем с противострессового дыхания. Самое главное, запомните, мы делаем стандартный вдох, задержку, вот, когда мы сделали уже стандартный вдох, да, сделали задержку на несколько секунд и потом максимально длинный выдох. Мы сейчас несколько раз с вами потренируемся, а затем вы можете запомнить, что перед своими выступлениями вы всегда можете это практиковать. Например, если вы стоите где-то за сценой, у вас осталось, там, 5-10 минут до начала, и вы чувствуете, что вы действительно волнуетесь и не можете с собой совладать, то вот эта практика, она вполне себе применима, и можете ее использовать. Давайте попробуем с вами вместе. Делаем вдох, задержка и максимально длинный выдох. Еще раз вдох, задержка и максимально длинный выдох. Чтобы успокоиться, нам с вами, ну, конечно, всем по-разному, но достаточно хотя бы 5-6-7 таких циклов. Существуют и другие техники, мы сегодня не будем у них углубляться, и, собственно, не это наша цель. Я просто поняла, что вам это интересно, и мне захотелось про это сказать. И также существует такая вещь, о которой косвенно сказали передо мной, да, это выполнение физических упражнений. На самом деле, на чем это все строится? Это связано с тем, что нам нужно наш зажим эмоциональный и голосовой зачастую перевести в какие-то другие мышцы. Значит, соответственно, нужно их хорошенько напрячь. Самое простое – это максимально сильно зажимать кулачки. Опять же, вы стоите за сценой, вы очень сильно волнуетесь, вы напрягаетесь, да, задерживаетесь в таком положении на какое-то время, и максимально расслабляетесь. И несколько таких циклов. Давайте с вами попробуем на примере сжатия кулачков. Максимально напрягаемся, держим, 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 и расслабляемся, да. И еще несколько раз нужно сделать несколько таких циклов. Очень простые упражнения, но я надеюсь, что они вам помогут. И мы сейчас проговорили про то, что дыхание очень важно для нормализации нашего психологического состояния, нашего нервного состояния, чтобы себе все-таки как-то помочь. А скажите мне, как вы считаете, насколько дыхание важно для нашей речи и для нашего голоса? Можете прямо вот в чате писать, потому что я сейчас его вижу. И как считаете, напишите, да или нет, важно дыхание или не важно для нашего голоса, то, как мы дышим? Вот, я вижу, слушайте, замечательный ответ. Это основное. На самом деле это действительно так. Дыхание – это как раз-таки основа нашего голоса. Действительно, вы правы, ребята, очень здорово, это очень круто. Существует... Дело в том, что я какое-то время занималась очень продолжительной эстрадным вокалом еще, и, соответственно, конечно, пение очень завязано на дыхании на нашем, да, и поэтому, конечно же, я знаю, как никто другой, что очень важен столб воздуха, как говорят вокалисты, да, очень часто. Вот если он у нас сильный, большой такой, да, если у нас большие легкие, которые имеют большой объем и способны прогонять большое количество воздуха, то, конечно, мы с вами тогда большие молодцы и сможем владеть с большей вероятностью, да, своим голосом, чем те люди, которые не умеют правильно дышать. И что, как вы считаете, самое важное – вдох в нашем дыхании или выдох, именно если речь идет про голосообразование, да, не просто про наши потребности организма. Что важнее – вдох или выдох? Что вообще такое наша речь? Выдох, да. Все правильно, да. И это значит, что мы с вами в первую очередь должны работать над нашим выдохом, над качеством нашего выдоха. Вот сейчас, когда я вам давала упражнения на успокоение, да, нервной системы и приведение себя в стабильное состояние, как раз тоже мы делали акцент с вами на выдохе. Вот и в следующем упражнении мы попытаемся потренировать наш выдох. Строится оно таким образом. Мы с вами проговариваем слово «здрасте», да, стараясь максимально тянуть буковку «с». Для этого, конечно, в идеале нам нужно с вами встать, потому что нам нужно наклониться вниз, да, согнуться, меня сейчас не очень будет хорошо видно, но тем не менее. То есть вы сложили ручки перед собой, говорите «здрасте», и на буковке «с» начинайте наклоняться вниз. Для чего мы это с вами делаем? Для того, чтобы немного себе физически помочь, чтобы нажать на область живота, да, потому что у нас здесь происходит давление, и значит, нам проще с вами сделать выдох. Задача ваша состоит не только в том, чтобы максимально длинным сделать этот выдох, но и в том, чтобы сделать его максимально ровным. Потому что, может быть, ситуация такая, я не знаю, будет ли сейчас слышна какая-то разница вот в дистанционном, да, формате с использованием микрофона, но может быть такая ситуация, когда мы выдыхаем очень неровно. Например, можно сравнить с шариком, да, воздушным, который резко отпускают, и он вот так начинает сдуваться, соответственно, у него и звук, да, «выдоха» в кавычках, «выдоха шарика», он очень неровный, то есть «здрасте». Это очень важно, кажется, что такая незначительная вещь, на самом деле, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы выдох был максимально ровным. Давайте попробуем пару раз хотя бы, я призываю вас сделать это вместе со мной, ну или хотя бы запоминать, потому что в будущем это вам тоже, я думаю, пригодится. «вдох» и «здрасте». Когда вы опускаетесь вниз, когда вы максимально уже сделали выдох, да, на последнем издыхании делайте «те» последние остатки воздуха, мы с помощью «те» с вами выпускаем. Давайте еще раз попробуем. «Здрасте». Напишите мне, пожалуйста, кто-то вообще попробовал, и получается ли у вас какую-то обратную связь мне дайте. Вообще, и можете еще, кстати, написать, делал ли кто-то когда-то подобные вообще упражнения в своей жизни, и вообще работали ли вы над дыханием. Да, здорово получается, здорово, отлично, я очень рада. Если вы захотите потом какую-то адресную обратную связь получить, у меня есть социальные сети, вы можете там писать мне, я пусть не очень оперативно, может быть, но все равно отвечу. Если вы хотите дальше свое дыхание тренировать, то запомните, что все упражнения на выдох, а их очень много, с шипящими звуками, они на самом деле очень полезны, и в разных вариациях вы можете их делать. Сейчас, конечно, мы не будем на этом останавливаться, что хочу перейти к следующему упражнению, оно тоже связано с дыханием. Существует такая скороговорка, может быть, вы ее слышали, как на горке, на пригорке стоят 33 горки. Вот мы с вами должны проговорить эту скороговорку, да? Педагог по вокалу часто говорил про дыхание, это действительно так, но потому что если в речи мы этому не придаем такого значения, да, и не уделяем большого внимания, то в вокале, конечно, ну без этого вообще абсолютно никак, хотя и в речи, честно говоря, это очень неправильно, что мы этот момент упускаем. Дело в том, что зачастую волнение как раз-таки может быть связано не только с тем, что вы вообще боитесь публики, а с тем, что вы боитесь в принципе говорить. И, конечно, когда вы не умеете говорить, и боитесь говорить, выходите, понятно, что это будет огромный стресс для человека, и, конечно, это очень сложно пережить. Я на самом деле сама очень такая эмоциональная девушка, не в том плане, что я вспыльчивая, да, или как-то, но если это связано с какой-то деятельностью публичной, то особенно когда я начинала этим заниматься, это было очень волнительно, я как раз-таки из тех людей, которым можно было приносить на шатырь, вот. Но это на самом деле не очень хорошая идея, и любые успокоительные средства тоже не очень хорошая идея, у всех по-разному организм реагирует, и вы можете себе навредить, и еще больше замедлить свои реакции, в результате получится совсем нехорошая история, чего нам, конечно, не нужно. Поэтому давайте добиваться этого упражнениями. Так вот, возвращаемся к скороговорке. Как на горке, на пригорке стоят 33 горки. Мы с вами вместе проговариваем, а затем наша задача на одном дыхании, не делая до вдохов, посчитать его. Не нужно громко это делать, но в таком достаточно среднем диапазоне громкости, да? Раз-егорка, два-егорка, три-егорка, четыре-егорка, пять-егорка, шесть-егорка, семь-егорка, восемь-егорка, девять-егорка, десять-егорка, и так далее, и так далее, и так далее. В идеале мы стремимся к 33 и более, но, конечно, если поменьше, ничего страшного. Давайте попробуем с вами вместе. Итак, раз, два, три. Как на горке, на пригорке стоят 33 горки. Вдох и считаем. Сейчас считайте каждый в своем темпе. Конечно, желательно считать достаточно быстро. И сейчас, когда вы досчитаете, вы мне, пожалуйста, тоже в чате напишите, какие у вас цифры получились, какое количество игорок. Да, вот все говорят, любимая буква «р» здесь в этой скороговорке присутствует. Это действительно так. Наши задачи сейчас на ней не концентрироваться, мы не должны стремиться ее прям четко-четко проговорить. Вот, но все-таки мы здесь делаем акцент на дыхании. Да, вот стали писать уже. 25, Егор, это хороший очень результат. Это очень хорошее. 27 тоже очень здорово. Ну, то есть такой прям на крепкую четверочку. 36 – это уже 5,5 с плюсом даже, я бы сказала. Вот наша с вами задача, делая это упражнение достаточно часто, стремиться к тому, чтобы количество игорок, естественно, увеличить. Пока кто-то еще досчитывает или пишет в чате, я продолжу, чтобы мы с вами на этом не останавливались. Для того, чтобы увеличить количество игорок, здесь и сейчас, нам нужно с вами дать какую-то нагрузку на наш дыхательный аппарат. Это, собственно, так же, как и с любой физической активностью. Мы никогда не начинаем с поднятия больших весов. Мы всегда начинаем с разогрева, с разминки. И поэтому постепенно переходим уже к более сложным упражнениям. И, соответственно, здесь точно так же. Так вот, дыхательная система, она также в ходе упражнений и разрабатывается. Именно в ходе физической активности я сейчас имею в виду. И для того, чтобы нам с вами это проверить, мы с вами проговорим такой четверостиший небольшой кусочек стихотворения. На самом деле оно длиннее, но у нас я взяла просто маленький, чтобы мы смогли с вами понять, в чем суть. Звучит оно так. На скакалке я скачу, научиться я хочу, так владеть дыханием, чтобы звук держать оно могло бы. Возьмем маленький кусочек. На самом деле оно раза в три больше. Наверное, как вы уже поняли, по смыслу мы должны проговаривать его и прыгать на скакалке, якобы. Ну, то есть имитировать прыжки на скакалке. Давайте сейчас попробуем. Встаньте. У кого есть возможность, это было бы очень здорово. Мы с вами встаем. Один Егорка у кого-то получился, вижу. Но это ничего, ничего страшного. Взяли воображаемую скакалку в руки, сделали вдох максимально глубокий, причем не поднимая плечи, не вот сюда, куда-то в грудь, а поглубже, да, в область диафрагмы. Или, если так, внешне, давайте какие-то ориентиры, в область живота. Сделали вдох, взяли скакалку. И на скакалке я скачу, научиться я хочу так владеть дыханием, чтобы звук держать оно могло бы. Вот, наша задача с вами максимально ровно, да, держать свое дыхание. Опять же, не позволять ему прыгать, прыгать, не позволять себе задыхаться. Таким образом, мы отлично разрабатываем дыхательную систему. И если сейчас мы не будем это делать, потому что я не уверена, что, во-первых, все прыгали, а, во-вторых, ну, просто, чтобы на этом не останавливаться, но если бы сейчас мы с вами сделали повторный Егорок, то, скорее всего, после вот этой тренировки, после того, как кровь у нас львиологом в легких приливает, да, мы бы с вами больше Егорок насчитали. Если вам интересно, вы можете такой эксперимент потом с вами провести и убедиться в том, что это действительно так. Вот, мы с вами закончили с дыханием, такой небольшой блок, конечно, можно было бы еще много всего сделать. И перейдем к следующей важной составляющей нашей речи и того, как мы говорим, это артикуляция. Как раз-таки здесь вот заходит речь о наших буковках R, о том, насколько четко мы с вами говорим, потому что правильно дышать – это важно, но если у нас здесь не будут работать мышцы, то, конечно, мы с вами ничего четко сказать не сможем. Артикуляционный аппарат – это все мышцы внешние и внутренние, собственно говоря, наш язык, как вы знаете, самая сильная мышца в нашем организме. Мы с вами можем сейчас поделать очень забавную артикуляционную гимнастику. У вокалистов это называется сухой разминкой, сухой распевкой, вернее, а у нас с артикуляционной гимнастикой. Например, такие упражнения. Уточка. Вы можете все это делать. Вперед губки вытягиваем. Правильно. И теперь в улыбочку. Кто-то еще и горок досчитывает. Молодцы. И наша задача сейчас с вами сделать это максимально быстро. Уточка, улыбочка. Давайте прям 10 повторений. Наверняка, вот если с непривычки, то наверняка вот здесь прям может мышцы сводить. Напишите, если действительно у кого-то какой-то эффект. Но может быть, да, здесь такое очень теплое ощущение тепла, потому что мы действительно с вами тренируем, разогреваем мышцы. Следующее упражнение. Делаем уточку. И по кругу вводим. Ну, сначала в одну, потом в другую сторону. Но давайте 5 раз в одну, 5 раз в другую. Уточка. И пошли. И в другую. Здорово. Мы можем с вами пожевать губки. Вообще, все упражнения в артикуляционной гимнастике, которые связаны с тем, чтобы немного пожевать самого себя, они очень хорошо разогревают, потому что кровь быстро приливает. Но вы все-таки не перестарайтесь, не надо ничего себе откусывать и прикусывать. Там буквально чуть-чуть, просто вот так кусаем губы. Вы посмотрите. И верхнюю. Очень здорово покусать язык по сторонам. Давайте с одной стороны чуть-чуть. И с другой стороны. И кончик языка. Здорово. Туда-сюда. Вот. Можем еще такое упражнение. Закрытый ротик у нас, да. И мы опять же разогреваем язык. Закрыли. И наша задача проткнуть щечки изнутри. Смотрите. Задача максимально быстро это делать, да. При этом, конечно, язык действительно устает. Особенно с непривычки у людей. Напишите мне, кто делал сейчас, да. И у кого получилось, не получилось. Какие у вас вообще ощущения? Тепло ли вам? Разогрели ли вы свой рот? На самом деле, очень здорово. Это, да, щеки устали. Язык наверняка тоже устал. Очень здорово это делать. Тренируйтесь. Я вот помню, что год назад мы тоже проводили подобный мастер-класс. И девочки очень сильно интересовались, худеет ли от этого лицо. Ну, конечно, без какой-то диеты, да, и ограничения калорийности тотально оно не похудеет. Но все-таки форму определенную придать скулам, да, и щекам можно. Поэтому, девочки, для вас дополнительная мотивация. Я специально говорю, чтобы вам какие-то дополнительные крючки дать для того, чтобы это делать. Вот. Мы с вами поговорили про дыхание, проговорили про четкость речи. Еще одна важная составляющая – это интонирование. Пожалуй, вот сейчас мы сделаем последнее с вами упражнение, будем на этом заканчивать. Интонирование. Вы наверняка еще из школьной программы знаете, что предложения вопросительные у нас имеют восходящую интонацию, восклицательные предложения, восходящую интонацию, нисходящую интонацию. Предложение, где стоит точка, где стоит двоеточие. Казалось бы, какая-то глупость, зачем на этом акцентировать внимание. Но на самом деле именно интонирование нам помогает расставлять правильные акценты в нашей речи. Например, вот сейчас я задам вам такой вопрос. Помните все скороговорку, да? Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Смотрите, спрашиваю. Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Скажите, на каком слове я сделала акцент? О чем именно я спрашиваю? Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали. Как вы думаете? Какому слову, да, как бы я задаю вопрос? Корабли, да, правильно. А можно по-другому спросить, корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали? То есть я как раз за счёт интонации выделяю вот это слово. Это очень важно, уметь расставлять такие акценты. И когда, кстати, вы будете проводить защиту своего проекта, вы, во-первых, очень чётко проработаете текст. Никогда не бывает такого, поскольку я человек, который очень плотно работает именно с текстами, я хочу тоже вам об этом сказать. Никогда не бывает так, что вы вышли и просто вот я знаю, это мой проект, и я сейчас всё о нём расскажу, мне не нужно никакой заранее подготовки и не нужно текста, это не так. Вам нужно заранее его очень чётко прописать, чтобы вы понимали, что вы укладываетесь в хронометраж, потому что там обычно очень чёткие временные рамки. Конечно же, это всё проговорить и расставить акценты. Акценты как раз расставляют за счёт интонирования, за счёт пауз, да, поэтому вы должны этому учиться, это очень важно, и вам это тоже поможет в подготовке. Я хочу, ребят, также сказать, что, конечно, в нашей речи ещё очень и важен ритм, очень важна динамика. Динамика — это то есть громкость, и громкостью вы тоже можете расставлять акценты. Понятно, что вы не должны кричать где-то или говорить шёпотом, но, тем не менее, таким образом акценты тоже можете расставлять. И, конечно же, темп речи я сейчас говорю в быстром темпе, потому что мне нужно максимально много информации вам выдать, но вы должны для своего выступления выбирать средний темп, не гнать, но и при этом, конечно же, не замедляться. И ещё одна важная составляющая, которая нам помогает говорить, как бы это ни было странно, наши эмоции, потому что всё, что написано на нашем лице, оно также отражается в нашем голосе. Если вы будете себя заставлять улыбаться, то вот этот импульс мышечный, он действительно пойдёт прямо вот сюда, вам в черепную коробку, и это вам поможет правильно настроить свой речевой аппарат. На самом деле, опять же, такая интересная особенность, вокалисты, всегда у них есть такое даже выражение, они поют на улыбке. Понятно, что, конечно, когда речь идёт о какой-то лирике-лирике, это какая-то внутренняя улыбка, не сильно видимая, но если это что-то достаточно позитивное, вокалисты всегда поют на улыбке. Для чего? Для того, чтобы подать, придать голосу вот эту правильную эмоциональную окраску. Я призываю вас всеми этими рычагами пользоваться и в своей жизни, вот, ну, только народное пение, нет, я не совсем соглашусь, потому что я занималась эстрадным вокалом, конечно, академически мы не будем сейчас с вами, да, затрагивать, там совсем другая история, но у эстрадников тоже это очень важная всё-таки составляющая, потому что мы даже говорим на улыбке, ну, то есть мы дикторы, люди, которые работают на радио, мы говорим на улыбке, несмотря на то, что у нас часто речь идёт о какой-то серьёзной информации, потому что это определённый посыл, определённая окраска голоса. Ребят, занимайтесь этими упражнениями, вы можете, если вы заинтересованы, написать мне, я вам что-то подскажу, вы можете найти их в интернете, потому что это, ну, очень открытая информация и много разных вариаций, вот, как часто делаю я эти упражнения, а вы знаете, по-разному, бывает вообще, в идеале, конечно же, нужно перед началом любой активной речевой деятельности, например, вот я сажусь, выхожу в эфир, да, и мне нужно, конечно, разогреть голосовой аппарат, но не всегда это, к сожалению, так получается, потому что часто ты уже в процессе работы включаешься, но на первых порах я действительно очень регулярно выполняла эти упражнения, ну, слушайте, ну, лет 5, наверное, раза 3 в неделю я стандартно их делала, в идеале можно и больше времени на это уделять, потому что, ну, 5-10 минут в день почему на себя не потратить, это было бы очень здорово и для вас полезно. Хочу напоследок сказать, знаю, что нам, к сожалению, уже нужно с вами заканчивать, что это очень важный навык, как сейчас принято говорить, навык soft skills, то есть мягкие навыки, да, которые вам пригодятся абсолютно везде, чем бы вы ни занимались, идете вы на защиту, у вас какая-то своя профессия, пусть она даже не голосовая, но вы должны уметь общаться с людьми, и то, как вы говорите, то, насколько у вас богатый словарный запас, да, сейчас мы этого не касались, насколько красиво звучит ваш голос, тембр вашего голоса. У меня, кстати, сейчас, может, и не очень приятно, потому что я очень простывшая, вот, но тем не менее, над этим нужно вам работать, к этому нужно стремиться. Если хотите раскрыть свой тембр, самое простое упражнение, которое вы можете делать, это мучание, вот всегда, когда можете, с закрытым ртом, мучите, едете в транспорте, мучите, сидите дома, мучите. Я хочу вдогонку вам сказать, безотносительно вот даже к голосовым каким-то навыкам, что вы говорили прежде, что делать, если у вас какие-то неудачи, и что, как это все переживать, и как жить дальше. Я хочу вас призвать к тому, чтобы вы просто, несмотря ни на что, шли вперед, несмотря на какое-то чужое мнение, несмотря на сложности и преграды. Буквально вчера я совершенно случайно посмотрела интервью Глуховского, это Дмитрий Глуховский, автор нескольких книг, вы знаете, текст была по нему, экранизация метро и так далее, и так далее, и он на вопрос о том, как добиться успеха, сказал, что нужно долбить, долбить и еще раз долбить. Вот и я вам тоже желаю того, чтобы вы, несмотря ни на что, шли к своей цели упорно, никого не слушали, потому что, если вы действительно этого хотите, то у вас не будет ленья, вы сможете себя перебороть, вы всего добьетесь. Вот, ребят, большой удачи вам, мне было приятно сегодня с вами пообщаться в таком, пусть и дистанционном формате. Сразу в маленькой вводной. Я человек максимально простой, презентация тоже максимально простая, если вдруг что-то оказывается непонятным, можно подавать любые признаки в камеру, голосом, в чате, говорит, непонятно, давай по новой. Теперь несколько фактов обо мне, чтобы вы понимали вообще, почему я тут в роли спикера выступаю и почему мне досталась такая возможность. Классный, кстати, фонд, да, мне его организаторы прислали. Так вот, первый факт. Меня зовут Сергей Шифоростов. Можно ко мне обращаться. Сергей, Сережа, как тебе будет удобно. Один из принципов неформального образования — это общение равный-равному, поэтому предлагаю общаться на «ты». Если вдруг кому-то необходимо, чтобы я обращался на «вы», как-то мне маякните, типа, там, в личку, например, «Сережка, а мне только на «вы». Я так буду, так, все понял. Значит, это у нас Анна Анатольевна, например, а все остальные просто там Леша, Оля, Коля и так далее. Первый факт обо мне. Он таким образом визуализирован. Есть его вторая визуализация, она выглядит так, и все это напоминает нам не только о том, что у меня в детстве были розовые волосы и хайры, о том, что я слушал стигмата «Горит, убийца, плачет». Это все связано с тем, что в 2007 году я впервые в своей жизни попал на школу актив своего университета. Это был такой первый образовательный и формальный проект. И вот стыдно говорить в приличном обществе, но уже 13-й год, понимаете, 13-й год. Я так или, знаешь, связан с неформальным образованием. Поэтому, возможно, у меня будет какой-то опыт, который будет тебе полезен. Второй факт обо мне. Я не просто как Сережа Форостов здесь выступаю. У меня еще такие коллеги, и вот здесь у меня на футболке что-то написано. Соответственно, я представляю здесь ассоциацию тренеров Российского Союза молодежи. Может быть, вы о ней слышали, может быть, нет. Нет, это вообще не принципиально. Главное, что по мне, может быть, обо мне, может быть, обо мне. И одна из тех вещей, которыми я сейчас занимаюсь, это федеральный проект пространства развития, который посвящен социальному проектиру. Мы занимаемся развитием малых городов визуализации. Помимо того, что первый вариант, типа, ты что, пожарник? Нет, я не пожарник, да я даже не спасаю кошку. Возможно, я даже не уступаю места в общественном транспорте. Все это, ну, так вариативно. Но самое главное — это то, что я хороший человек. Я предлагаю тебе в это поверить. Чем быстрее ты в это поверишь, тем больше нам будет взаимодействовать. Мне не придется продираться через дебри, аля «докажи, что ты норм, потом, возможно, тебя послушаю». Ну, вы понимаете, о чем я. В общем, предлагаю от этого оттолкнуться, потому что времени у нас крайне мало. Я ж грущу, когда понимаю, что у нас так мало времени, но надеюсь, что это будет интересно и полезно. Также для того, чтобы наша работа была более-менее эффективной, мы ведем некоторые правила. То есть анархия — это, конечно, славная вообще история, но в рамках непосредственно нашей работы у нас будет нескольких правил, такой списочек из ровно двух правил. Первое. Пожалуйста, реагируй, когда я буду задавать вопросы, там в чатике, может быть, отвечать, голосом. Вообще, кто-то хоть раз загорит микрофон, я реально буду рад, потому что вы пока просто иногда улыбаетесь, иногда смотрите, но я вообще не уверен, что вы меня всегда слышите. И второе правило. Особенно относится к тем, кто не включает камеры и не проявляет себя. Пожалуйста, не отвлекайся прям совсем сильно, у нас будет быстро, динамично, для того, чтобы это как-то не прошло мимо тебя. Просто постарайся оказаться в своем моменте и в процессе. Я все сказал? Если все понятно, пожалуйста, напишите в чатик плюсик, вот именно плюсик, просто поставьте. Сереж, мы тебя услышали, все понятно, вопросов no. Да, у кого камера, тот может кивать головой, может руками поставить плюсик. Как говорится, ставь лайк, если ты тоже ставишь плюсик руками. Как будто я крест сейчас поставил и пытаюсь изгнать какого-то демона. Ладно, забыли этот момент. Не все у нас будет хорошо происходить. В общем, когда думали, с чего начать, то на самом деле вообще социальное проектирование, это наша тема на всякий случай озвучит, социальное проектирование. Мы обычно социальным проектированием деляем несколько дней, для того, чтобы проработать хорошо и качественно проект. Поэтому, когда мне написали организаторы, сказали, Сергей, вот вы приличный человек, просьба, можете что-то у нас... О, в чате, кстати, тоже есть Сергей, это не я, но у него очень красивое имя. Сережа, завидую тебе. Так вот, когда мне написали организаторы, сказали, что Сергей, вроде вы приличный человек, давайте у нас проведете вот блок о социальном проектировании. И сказал, да, конечно, а сколько времени? Там три часа шесть. Мне сказали, у вас будет примерно 50 минут. Я говорю, в смысле? Вот, поэтому сейчас мы постараемся это все уезжать. И для меня будет, в общем, важно заинтересовать тебя и рассказать какие-то основные тезисы. Не так, чтобы мы прям проработали какие-то проекты. Конечно, нет, но какие-то общие моменты я расскажу. И начнем мы с опроса, как вообще все это работает, как работает социальное проектирование и так далее. А можете, пожалуйста, поставить буковку «Щ» в чат, если вы примерно понимаете, что такое социальное проектирование, и ноль, если не понимаете. Вот «Щ» если понимаете, и ноль, если не понимаете. Ну, либо руками можно показать ноль, и «Щ». Ну, вы понимаете, как «Щ» показать руками. Ноль не понимаете, «Щ» какое-то представление имеете. Ребята, мы с вами просто специалисты. Это супер. Тогда я поделюсь своим взглядом, своим мировоззрением. Итак, смотрите. Социальное проектирование. Есть очень разное определение вообще слова проект. Мы сейчас... Знаете, кто это? Кто это? Что это за человек? Можно ответить там тоже в чате. У него есть какая-то фамилия. Его зовут? Его зовут? О, Полин. Спасибо большое. Все верно. Это Антон Павлович Чехов. И у него есть много известных цитатов, в том числе есть цитата, что «Краткая сестра таланта». Сейчас я вам покажу самое простое определение слова проекта, которое мы вообще смогли, так сказать, создать. Это проект, это проблема, решенную по расписанию. То есть есть какая-то проблематика, и она решается по расписанию. Сейчас мы вкратце рассмотрим каждую составляющую этого определения. Первая – это проблема, вторая – решеная, третья – расписание. Почему важны всегда именно проблемы, как такое начало? Потому что, на самом деле, часто проекты делаются не для того, чтобы пришли к проблему, а начинаются там с идеи, типа, блин, ребята, я сделаю очень крутую штуку. А потом ты думаешь, а зачем я вообще ее делаю? И если так копать глубоко, оказывается, что не всегда люди понимают, зачем. Поэтому всегда важно начинать именно с проблематики. При этом, что такое вообще проблема? Проблема – это очень интересная вещь. Вот смотрите, я, например, пришел в магазин и купил себе молоко. В каком случае купленное молоко будет для меня проблемой? Вот в каком случае купленное молоко будет для меня проблемой? Как думаете? Просрочка. А как я пойму, что оно просрочено? Скисло, да? Как я пойму, что оно скисло? Запах. Вкус. А откуда я знаю, как должно быть? Ну, то есть, вот я, например, купил молоко первый раз в своей жизни. Оно скисшее. Решу ли я? По поводу даты вообще интересная вещь. В моей жизни бывали такие случаи. Отравление, Соня, ты прекрасно мыслишь. Если я отравился, знаешь, что это для меня проблема. Мне нравятся ваши мысли, они такие логичные. Но на самом деле, по-хорошему, проблема – это противоречие между тем, что есть, и тем, что хотелось бы. Я поясню. Если никогда в своей жизни не покупал молоко, и я купил, и оно кислое, я буду его пить, и даже не подумаю, что это молоко неправильно. Я просто подумаю, ну, это, наверное, обычный вкус молока. Что тут можно подумать? Потому что у меня нет другого опыта. Но если я тысячу раз в своей жизни покупал молоко, и я знаю, какое оно, какое молоко я хочу получить, и понимаю, что оно кислое, для меня становятся проблемы. То же самое и в нашей жизни. Например, вот жил я у себя там в доме, и никуда особо не ездил. И считал, что мой двор, он прекрасен. А потом, предположим, я поездил по другим городам и увидел, как дворы устроены в других городах. Я понял, что с этого момента, оказывается, мой двор стал проблемой, потому что в сравнении с другими дворами он смотрится не очень-то клево. То есть проблема – это всегда очень субъективная история, которая основана на тем, как я хочу, и тем, что есть сейчас. Пример, да, там, самый простой, то, что человек принес в 19 век, ожидание, то, что он будет на балах, но, скорее всего, он будет там крепостным крестьянином, будет где-то работать, и это для него становится проблемой, потому что ожидание одно и реально совсем другая. На более простом примере, то, что наверняка знакомо всем – это дороги. Дороги, я думаю, точно всем знакомы. У нас есть яма на дорогах. Это наша проблема. Хотим, чтобы было, соответственно, идеально. Вполне логичное желание. Возникает логичный вопрос – а что с этим делать? И тут начинают рождаться идеи. Что такое идея? Здесь тоже весьма логичное определение. Идея – это некий мысленный прообраз чего-либо. То есть мы представляем, как оно будет. То есть когда мы представляем эту гладкую, ровную дорогу, это, как раз таки, идея того, к чему мы хотим прийти. В рамках социального проектирования, как строится идея? То есть у нас есть проблема, есть желаемый результат. И вот мы сидим и думаем, так, чтобы, чтобы, чтобы придумать, и рождается наша идея. Например, первая наша идея – это закопать ямы картошкой. Либо сделать нечто подобное. Это первый такой этап, после чего иногда рождается хорошая идея. Иногда все заканчивается на первом этапе, где наша идея закопать ямы картошкой кажется идеальной, но концептуально раз-раз-раз-раз-раз, и потом рано или поздно рождается некая хорошая, славная идея. И есть план, да, то есть проблема, решенную про... ...расписание, то есть некий план. План – это... ...последовательно не заметил, до чего дошел прогресс. Я вас понял. Так вот, план – это некое последовательное действие, которое помогает решить проблему. Концептуально любой проект – это последовательность действий. То есть делай раз, делай два, делай три, проблема решена, и в конце наступает всеобщее счастье и всеобщее благо. То есть все люди счастливы, довольны и так далее. Коллеги, пока все понятно по этой небольшой вводной. Если вам все понятно, пожалуйста, поставьте твердый знак в чат. Ну, твердый знак, понимаете, это самая легкая буква, которую проще всего найти. Супер, твердые знаки в чате. Очень приятно. А, и твердый знак написала мне Соня. Надеюсь, это значит твердый знак, а не то, что я сейчас ничего не поняла и думаю, а что происходит. Движемся дальше. Наверняка те, кто не поставил твердый знак, сейчас сидят у себя дома примерно в такой вот позе, и у них возникает логичный вопрос такой в голове, который звучит так. С чего все тогда вообще начинается, если проект он вот такой? И частично я уже дал ответ. Сейчас давайте посмотрим эту гиф-анимацию. Вопрос. Кем эта славная птица является для мальчика? То есть он выходит на бой с птицей, уверенный в своих силах, но неожиданно птица становится для него чем? Ну, с того, с чего все начинается. Она становится проблемой. Абсолютно верно, Соня. И все у нас начинается обычно с проблемы. И сейчас мы на некоторых примерах рассмотрим, как вообще с проблемой можно работать. Но сначала я вам покажу два примера о том, почему важно с проблемой работать и что бывает, когда с проблемой работают неправильно. Кто-то знает, к чему относятся вот эти вот плакаты? Есть? Ой, не туда. Кто-то знает эту историю? Давайте я расскажу. Жил-был Китай. Середина 20 века. В Китае много людей, и у них не всегда хватало еды. Поэтому многие люди жили в проголоде. Стали люди думать на тему, что, собственно говоря, приводит к тому, что у нас так мало посевов. И они нашли проблему. Оказалось, что больше всего посевов страдает из-за птиц, конкретно воробьев, крыс и некоторых насекомых. Ну, да, там, комаров, мух. И Китай объявил национальную войну воробья. Может быть, вы про это слышали. Китай стал массово заниматься истреблением воробьев. Такие плакаты были по всему Китаю. Эффективность чиновников измерялась тем, сколько воробьев было убито в его там ведении. Детей привлекали. То есть всех. И Китай в этой войне победил. Воробьи на территории Китая были почти полностью истреблены. Соответственно, прошел год. На следующий год стали смотреть, что происходит. И оказалось, что и правда, ну, то есть урожая стало чуть больше. Люди такие, да, мы молодцы. Чиновники сказали, мы крутые. Мы убили столько воробьев, сколько вам и не снилось. А еще через год произошла одна из самых серьезных голодовок в истории человечества. По одной простой причине. Почти весь урожай был уничтожен саранчой и гусеницами, естественными врагами которых являются воробьи. То есть из-за того, что система была изменена, появилась более серьезная проблема для Китая. И другие страны скидывались Китаю воробьями, чтобы вы понимали. То есть, например, приезжал поезд там из Советского Союза, полностью забитый воробьями. Их просто выпускали и говорили, воробьи, пожалуйста, размножайтесь, чтобы у нас все стало хорошо. То есть, когда мы неправильно формулируем проблему, неправильно решаем, это может привести к усугублению последствий. Второй пример. Этот слайд посвящен каким-то людям, конкретной категории людей. Как вы думаете, какой категории людей посвящен этот слайд? Если что, это ежегодная статистика. То есть, это в год 17 елок и мероприятий и в год 19 подарков на Рождество. На Новый год и Рождество. Мне кажется, я столько за всю свою жизнь не получил. Ну ладно, я чуть постарше, наверное, получил. Кому посвящен этот слайд? Что это за люди? Мысли, чат, голос. Поговорите со мной, пожалуйста. Ну вот, мне понравилось. Ну хоть какие-то версии, пожалуйста. Ну не говорите, что я тут сам с собой. Молодежь. Дети депутатов. Дети депутатов. Ну, я думаю, что у них побольше процентов поступает в университет. Это, ну, не совсем... Это молодежь, но какая-то конкретная. Цыгане питают. Выпускники школ. Ну, почему... Я не могу сказать, что только один процент выпускников школ поступает в университет. Наверное, все-таки побольше. Смотрите, на самом деле, речь здесь идет о людях, которые покидают детские дома. То есть, сироты. Ну, или сироты, как вам больше нравится. Статистика следующая. Почти никто из детей, которые всю свою жизнь находят в детских домах, не поступает в университет. Почти 80% сдают свое жилье. Почему свое жилье? Дело в том, что когда человек покидает детский дом, ему государство выдает, ну, в теории, на практике, практически, так и есть, квартиру. 40% связан с лакоголем и наркотиками. Это серьезная связь, а не то, что человек там раз в месяц пьет бокальчик пива где-нибудь в баре с друзьями. Но при этом, когда они были детьми, они ежегодно ходили там на 17 елок и мероприятий новогодних. У них реально расписан, там, декабрь, январь, просто как будто бы они сами гастролируют. И получают миллион подарков. При этом, первая мысль, когда у людей возникает идея там социального проекта, очень часто, это, о, ребят, давайте работать с детскими домами, поможем им. И дальше возникает вопрос, как мы будем с ними работать? И практически все выбирают два варианта. Либо мы соберем вещи и подарки, вариант второй, мы проведем какое-то мероприятие, там, новогоднее, праздник и так далее. Но оказывается, оказывается, что у этих детей проблема не в том, что им не хватает праздников и подарков. У них их больше, чем у среднестатистического ребенка, там, в разы. Оказывается, что главная проблема этих детей, это в том, что они не социализированы в обществе. И доходит до ситуации, когда, например, три выпускника детского дома, соответственно, да, им выдают квартиры, они на одной лестничной клетке, они все переезжают в одну, живут там вместе, а две остальные сдают. Для того, чтобы не работать и просто жить в этой квартире так, как будто бы ничего не произошло. Потому что момент социализации для них когда-то был немножечко упущен. Понятен пример? Кивните, пожалуйста, у кого камера включена, чтобы все понятно. О, спасибо большое. Глазами тоже считается, я понял. Да, чатик тоже лайко ставлю, если вы ставите лайк. Движемся дальше. Это кадр из фильма. Кадр из какого фильма перед вами? Кадр из какого фильма? Известный фильм такой. Там песен много красивых. Это девчата. Вот, сразу видно, что некто с фамилией Калиниченко профи, и Соня прям вообще рубит сегодня с плеча. Итак, почему нам важен этот фильм? Предположим, что у нас есть завод, и на заводе варят борщ. И вот как-то раз этот работник завода приходит в столовую этого завода, кушает борщ и понимает, что есть проблема. И первый шаг работать с проблемой – это первичная постановка. И первичная постановка звучит так. В заводской столовой невкусный борщ. Это говорит вот этот человек-сотрудник. Понятно, вопросов нет. Далее мы начинаем работать с этой самой проблемой. И второй шаг – это анализ интереса. Как мы уже говорили, проблема исключительно субъективна. Он может считать, что проблема существует, а другие люди, например, что ее не существует. Поэтому он проводит опрос, как такой самый простой инструмент. И он говорит, 87% опросных рабочих считают проблему борща актуальной. Внимание, вопрос. Что некорректно вот в этом выводе? Что здесь стоит изменить? Подумайте чуть-чуть. Что стоит изменить? Ну, реально мутный какой-то вывод. Почему он мутный? У борща есть проблемы? Это тоже. Ну, нет, здесь все-таки… Вот я чуть конкретизирую, Ангелина, это очень верная мысль. Непонятно, какая именно проблема является актуальной. Может быть, кто-то считает из рабочих, что борщ желтый. Может, кто-то считает, что у борща реально есть свои проблемы. И он думает, что это очень сильно актуально. Это первый. И второй момент. Иногда стоит указывать, сколько всего людей было опрошено. То есть, например, на заводе там 2000 человек, он опросил 13. И такой, ну, тут 13 человек, да, там, 12, и он скажет, что актуально. То есть, чтобы была какая-то выборка. Второй момент. У опроса любого, который проводится, для того, чтобы проанализировать проблемы и понять, актуальна ли она, есть некие цели. Понять отношение к теме, понять отношение к проблеме, понять корни проблемы. Вот второй вопрос. Вы считаете себя патриотом? Вопрос проделал в ЦИОМ. Что не совсем корректно в этом опросе? Есть тоже два момента, которые здесь требуют особого внимания. Как думаете, какие? На что бы здесь стоит обратить внимание? Верное замечание Сони. Не просто патриотам, да, чего, а что такое вообще патриотизм? Для всех он разный, здесь тоже субъективное такое мнение. И второй момент. Есть опросы с так называемым социально предсказуемым ответом. Я поясню. Да, количество людей тоже не указано, согласен. Так вот, опросы с социально предсказуемым ответом. Поясню. Если я иду, например, домой вечером по улице, а я живу на окраине Питера, и у нас тут порой сомнительные вещи происходят, и вдруг ко мне подходят три человека и говорят, слушай, ты патриот? Я от греха подальше искренне скажу, да, и пойду куда-нибудь. То же самое, если я спрошу вас. Коллеги, кто считает, что заниматься там спортом и что ЗОЖ это классно? Скорее всего, большинство из вас скажут, Сереж, но мы все-таки культурные люди, конечно. Конечно, но если я буду спрашивать, а кто из вас при этом занимается спортом и там ведет ЗОЖ, люди скажут, кто-то. Вот, поэтому есть с контактом социально предсказуемые ответы. Что можно делать для того, чтобы таких вещей не было? Вот примеры, как можно этот вопрос разбить на более конкретные. Да, это знание истории России, знание национальных символов, служба в армии, налоги, выборы, хотите ли уехать и так далее. Это просто пример. Ни в коем случае не то, что вот так правильно, но концептуально любой общий вопрос, опрос можно разбить на более частные. Едем дальше. Когда мы, в общем, провели более детальные исследования, мы выяснили, что 8-7% опрочных считают, что борщ невкусный из-за избытка соли. И далее делается вывод, который говорит, собственно говоря, о социальной проблеме. Поэтому люди уходят к станкам злые и раздраженные, то есть качество их работы снижается. Если просто было, ну, типа, ну, невкусный борщ, это еще не социальная же проблема, правильно? А здесь делается какой-то вывод, да, что оказывается, борщ влияет на эффективность труда этих самых сотрудников. Также оказывается, что у опроса есть дополнительные цели. Когда мы опрашиваем людей, мы можем, а, рассказать им о проекте, то есть когда вы кого-то опросили, вы точно знаете, что человек, оказывается, будет в курсе моего проекта. И второе, есть уникальная возможность найти сторонников. То есть когда ты опрашиваешь человека, спросите, а ты не готов, в случае, поддержать мой проект, там, репостик сделать ВКонтакте или поучаствовать, выйти там на какую-то акцию. И есть вероятность, что человек скажет, блин, да это же крутой проект, конечно, я согласен. То есть появляется дополнительная возможность. Поэтому опрос, эта штука реально полезна. Далее, поиск причин. Когда идет поиск причин, есть разные инструменты для поиска причин, но, грубо говоря, это ответ на вопрос, почему. То есть почему в борще слишком много соли. И вот мы ищем ответы на этот вопрос. И в данном примере, например, формулируем следующее. Формулировки. Первое. Церковское столовое невкусный борщ из-за постоянного нарушения поваром готовки. То есть он технологию нарушает. Второй пример. Дело тоже в поваре, но не потому, что он специально нарушает технологию готовки, а потому, что он плачет каждый вечер над этой самой кастрюлей из-за несчастной любви. Понимаете? Из-за этого слезка солененький и борщ становится очень соленым. И последнее. Мы выясняем, что дело вовсе не в поваре. Эта работа на заводе привела к тому, что у работников, сотрудников, изменилось ощущение солености. Ну, они на каком-то странном заводе в общем работают. И теперь они соль воспринимают по-другому. Исходя из того, что мы формулируем разные проблемы, мы им можем предложить разные решения. Это либо изменить рецепт, либо поставить солонки, либо создать брокеражную комиссию, брокеражную комиссию экспертов, которые будут оценивать, либо решить личные проблемы повара. То есть одна проблема, то, что в столовой невкусный борщ может быть решена очень разными способами, исходя из того, какие причины этой проблемы существуют. Все ли понятно по проблематике? Если вам все понятно, поставьте, пожалуйста, буковку U в чат. Я вот поставлю. Как говорится, ставьте лайки U в чат, если все было понятно. Спасибо, Игорь. Супер. Теперь, что касается самих проектов. Социальное проектирование это инструмент. То есть поясню. Инструмент, который позволяет достичь какой-то цели. И не всегда его нужно применять. Например, для того, чтобы тебе в магазин сходить за молоком, тебе, конечно, не нужно писать там проект, продумывать все и так далее. Достаточно просто сходить в магазин за молоком. Социальное проектирование это инструмент для решения таких комплексных, больших проблем. При этом, когда у нас возникла какая-то проблема, нас мы там накидали, на самом деле, для возникновения проектной идеи важны две вещи. Первое. Вот Гарри Поттер и Валандеморд у нас здесь есть. Вопрос, как они связаны вообще с проектами. Дело в том, что Валандеморд для магического сообщества является проблемой. То есть он реально несет какую-то угрозу. Это большая проблема. Ее необходимо решить. И Гарри Поттер, соответственно, изначально является ресурсом для решения этой проблемы. И на стыке проблемы и ресурсов возникает проектная идея. Поясню. Почти все считают, что дороги в стране плохие. Ну, так в целом. Особенно, наверное, ты думаешь, ну, везде там, может быть, нормально, но вот у меня там есть соседний двор, там вообще борода просто. И такие дворы есть почти у каждого, где ну прям вообще борода. Считали это проблемой? Да. Но есть у нас ресурс для решения этой проблемы? Далеко не всегда. Поэтому и проблемы часто нами не решаются. И всегда важно понимать, какой ресурс у тебя есть. Когда мы понимаем, что у нас есть и ресурс, и возникает какая-то проектная идея, мы начинаем с ней работать. И первое, что мы делаем, это проверяем эту проблему на... Мне очень, кстати, нравится этот кадр. на ее актуальность. Дело в том, что в данном примере нельзя сказать, что молодому человеку требуется изолента. Однако к нему подошли, спросили, есть ли у него изолента. Он сказал, ну, нет, она, ну, как бы, может быть, она просто не нужна. Но ему сказали, держи. Актуально ли для него это изолента? Да не факт. И очень часто проекты так же и работают. То есть человеку не факт, что это требуется, но люди приходят такие, держи. Ты, тебе это необходимо. Поэтому актуальность проекта проверяется. И актуальность проекта отвечает на три вопроса. Как что, где, когда, вот три вопроса, так и там. Но три вопроса актуальности это зачем, кому и каким, собственно говоря, образом мы будем это делать. Главная загадка здесь, каким образом подтвердить актуальность, есть три ответа. Первый – это можно провести социологический опрос, да, какое-то исследование, анкетирование. Второй вариант – можно изучить статистику, например, для того, чтобы заявить, что где-то есть проблемы, не знаю, там с употреблением алкоголя, не обязательно самому проводить исследование. Можно просто обратить к статистике, потому что обычно собирается очень много материалов на этот счет. Сейчас там такая же стикуляция идет в камере, я прям любуюсь. Надеюсь, что все хорошо. Все еще надеюсь, что все хорошо. И третий момент, который можно использовать, это экспертная оценка. То есть, если вы, например, заявляете проблему экологии, возможно, здесь стоит отталкиваться не только от мнения людей, но и от мнения каких-либо экспертов, которые могут произвести более четкую, конкретную оценку ситуации. То есть, первый шаг – это проблема, потом у нас идет идея, третий – это мы подтверждаем актуальность идей, и когда мы все это сделали, мы ставим перед собой цель. Цель в проекте почти всегда ставится по смарту. Кто знает, что такое смарт, пожалуйста, поставьте в чат буковку S английскую, ну, потому что это S smart. Я тоже буду ставить за компанию. Русский. Я вкратце поясню. Смарт – это система постановки целей, которая говорит, что важно, чтобы цель была… Это аббревиатура, соответственно. Специфика – это конкретная, measurable – измеримая, achievable – достижимая, ориентированный результат в некоторых переводах, это еще называется релевантная, то бишь полезная, time-bounded – ограниченная по времени, экологичная и записанная. Давайте примеры двух целей. Например, как обычно мы там ставим цели, я планирую похудеть. Я молодец, я поставил цель. По смартам, эта цель будет звучать немножечко иначе. Она будет звучать примерно так, например, похудеть там в срок до 3 марта 2021 года на столько-то там килограмм жировой массы путем с такой-то диеты и занятий там в зале три раза в неделю по полтора часа. Понятна разница, да? То есть мы… Она конкретная, мы максимально лимитируем по времени, можно измерить, насколько ты похудел на весах, она достижима. То есть, если я поставлю себе цель похудеть на завтра, завтра на 7 килограмм, мой единственный вариант это отрубить себе руку, чтобы перестать весить на 7 килограмм больше, но, скорее всего, он не укладывается, потому что, ну, это будет не жировая масса, а просто там кости, какое-то мясо и так далее. Понятен пример, да? То есть про смарт можно тоже говорить очень долго, и на самом деле я рекомендую, если вы будете заниматься проектом, изучить подробную тему, потому что смарт это один из критериев вообще эффективного проекта. Когда цель по смарту, все оки-доки. Далее. После того, как мы оставили цель, мы эту цель разбиваем на задачи, которые помогают к этой цели прийти. Задачи – это некие шаги по достижению конкретной цели проекта, что называется, дело раз, два, три, четыре и так далее. Возьмем пример. Кто знает, как зовут этого немолодого человека? Кто это? И откуда он? О, Сонь, мы реально с тобой подружимся. Это Джафар из Аладдина. И у него, значит, были всякие коварные планы, у него была такая цель – это стать самым могущественным человеком в мире. И у него были задачи. Первая задача – узнать вместо положения лампы Джина. Второе – найти достойного вора. Как вы понимаете, как вы поняли, там у него был целый отбор, он приводил разных, никто не справлялся до Аладдина. Третье – это забрать лампу. Способ, который он выбрал, нам тоже известен. Он коварно обманул Аладдина. И четвертое – это вызвать Джина и загадать желание. Собственно говоря, то бишь, выполнение всех задач в конечном итоге приводит к достижению итоговой цели. И также в комплексном проекте происходит. То есть у нас есть какие-то задачи, которые помогают цель достичь. Когда мы задачи описали, мы прописываем их более подробно и детально. Для этого нам нужен план реализации. План реализации – это некое подробное описание задач, где у нас есть конкретные сроки, конкретный ответственный, он, кстати, всегда один для того, чтобы ответственность не размазывалась, как вот такое масло по бутерброду. Есть конкретный результат этого действия, и все описывается. Собственно говоря, план реализации – это один из самых главных документов, благодаря которому все четко понимают, когда и что происходит, как укладывается проект в сроки, почему он укладывается в эти сроки, и почему все именно так. При этом в плане реализации всегда есть одна очень важная деталь. Безопасность прежде всего. И эта безопасность не в том плане, что у нас в плане есть мероприятие, где мы забираемся на тарзанку на высоте 50 метров и потом на ней счастливо и катаемся. Речь идет о том, что иногда люди записывают себя в столько разных задач и столько разных дел, что в какой-то момент они погибают. Помните, пожалуйста, что социальный проект это история, которая вряд ли, ну если вы не получаете за это хорошие какие-то деньги, будет занимать и должна занимать все ваше время. Это дополнительные какие-то дела, которые ты делаешь. Логично, что если ты будешь добавлять себе понемногу дел, это окей. А если ты на каждый день напишешь себе по 8 часов работы над социальным проектом, возможно, через 3 дня ты скажешь всем пока и пойдешь заниматься чем-то другим. В общем, будь очень внимательным к самому себе, делай так, чтобы тебе было комфортно заниматься теми, задачами, которые ты на себя взял. Далее. Когда мы план реализации прописали, мы переходим к очень любимому моменту многими, это смета. Проекты почти всегда подразумевают смету серьезную, то есть на что мы тратим. Смета заполняет следующим образом. Мы пишем, собственно говоря, что это за наименование. При этом, чем подробнее оно описано, тем лучше. Иногда в смете, например, просят указывать вплоть до интернет-магазина, где вы планируете купить, чтобы эксперты какие-то могли сверить, цена в рублях, количество и, собственно говоря, стоимость, сколько это все будет стоить. Тоже весьма простой документ. В плане вот описания, он весьма простой, но в плане реального проекта, когда вы будете работать с, если вы будете работать, конечно, с планом реализации и сметой, там уже могут возникать какие-то серьезные сложности, потому что это весьма непростые моменты. После того, как смета прописана, у нас есть еще один важный план, который, так иногда называется, гадание на кофейной гуще, но в целом, если правильно по проекту называть, то это ожидаемые результаты, либо планируемые результаты, либо планируемые показатели или показатели эффективности, то есть то, к чему мы придем. Мы никогда, заранее скажу по секрету, не знаем, к чему мы придем, ну, потому что в жизни нет гарантии, мы предполагаем и стараемся к этому прийти. Что-то говоря, потому проекты ставятся, да, там конкретно измеримые цели. Результат бывает двух типов. Вот такой и вот такой. Как думаете, в чем разница, какие это результаты я вам показываю? Кто сдавал макулатуру в школе, есть такие? Хоть раз? Никто не сдавал макулатуру? Ну, ладно. Смотрите. Первое место. Галина, мое почтение. Итак, когда ты сдавешь макулатуру, важно ли, какие вот книги или какие газеты ты приносишь? Нет. Это главное, это сколько килограмм макулатуры ты принес. И это называется количественные показатели. То есть все то, что измеряется в числах, это сколько человек пришло на мероприятие, сколько охват, сколько постов в соцсетях, и т.д. сколько там часов проводились мероприятия, и т.д. и т.п. А это показатели качественные. Качественные показатели это некий социальный эффект, то есть то, что невозможно измерить какими-то обычными способами. Да, например, вы создаете условия для дальнейшего трудоустройства студентов или их личностного развития. Грубо говоря, личностного развития невозможно измерить, но предполагать, что такой социальный эффект в конечном итоге произойдет. Мы написали все эти ожидаемые показатели. То есть у нас, смотрите, у нас что готово? У нас, значит, была проблема, у нас есть какая-то идея, мы поставили цель, разделили ее на задачи, задачи расписали, под все расписанные задачи мы написали смету, у нас есть конкретные показатели. Вот реально проект практически полностью готов. Но в этот момент всегда стоит сесть на скамеечку, поставить себе кулак под подбородок и задать логичный вопрос. А что дальше? Вот если мы все это сделаем, что произойдет дальше с проектом? И вот здесь очень важные мысли. Желательно сейчас такие тенденции, чтобы, а, у проекта была возможность дальнейшей реализации, то есть даже без какого-то финансирования, чтобы он так или иначе продолжал действовать в твоем муниципалитете, например, в твоем населенном пункте, в твоем городе непринципиально. И второе, чтобы была возможность его мультиплицировать. Что такое мультипликативное, знаете? Ну, как вот эти носочки. Они одинаковые на разных людях. То же самое из проекта. Например, у тебя в городе он прошел хорошо и качественно, значит, его можно провести в других городах, где есть, возможно, аналогичные проблемы и аналогичные сложности для того, чтобы этот процесс был запущен для того, чтобы проект жил даже после того, как его первичная часть закончена. Это, что касается будущего проекта. Ну, а теперь, коллеги, самое важное, что стоит знать о проектах. И это не шутка. Я сейчас максимально серьезен. Как говорится, если вы готовы воспринимать максимально серьезную информацию, поставьте в чат цифру 3. Шутки кончились. Цифру 3. Спасибо. Итак, коллеги, перед вами Билли, Вилли и Дилли. Они из утиных историй, они здесь не просто так. Дело в том, что они были сильны только тогда, когда они втроем действовали вместе и сообща. Также и в проекте есть три вещи, которым важно действовать сообща и создавать таким образом триаду проектного менеджмента. В чем она заключается? В проекте есть А. Проблема. Б. Суть. И В. Результат. Приведу пример. К нам на проект пространства развития как-то приехали участники. У них была следующая проблема. У них город небольшой, там тысяча, наверное, четыре человек. И они говорят, у нас проблема, люди уезжают. Это их проблема. Люди уезжают из города. Мы такие, понятно. Какая у вас суть? Что вы будете делать? Они говорят, мы будем проводить в фестивале. На протяжении полугода будет проведено четыре фестиваля различных, там спортивный, творческий, музыкальный и так далее. Мы такие, понятно. А какой у вас результат? Они говорят, ну наш результат, что фестивали посетят три тысячи человек. И мы такие, хм, ребята, вам не кажется это все странным? То есть проблема у них, что люди уезжают, а результат, что люди сходили на фестивали. Есть ли прямая связь между отъездом и фестивалями? Скорее всего, нет, во всяком случае, для нас она была неочевидна. Поэтому очень, очень, очень важно, чтобы в твоей, какой, да, идее проекта, в твоем проекте все эти вещи соприкасались. Проблема соответствовала результату, то есть результат полностью закрывал проблему, а суть помогала достичь этого результата. И когда это происходит, появляется Чак Норрис, такой говорит тебе, ты красавчик, вот сейчас тебе все хорошо, делай, чтобы все было красиво, идеально. А сейчас, коллеги, мы сделаем одно важное событие. Мы посмотрим мультфильм. Надеюсь, что все любят смотреть вообще мультфильмы, но мы сейчас его посмотрим. что нам предстоит смотреть? Я включу вам мультик, и ваша задача понять и потом поделить со мной либо голосом, либо можно будет делать в чате, каким образом этот мультфильм вообще связан с социальным проектированием и связан ли он там хоть как-то. Коллеги, давайте еще буквально минутка есть, чтобы написать свои мысли, а я пока озвучу то, что там написано. Ангелина говорит, что здесь результат не работает над проблемой. Соня предполагает аналогично. Много лишних шагов для решения проблем. Очень много задействовано ресурсов, которые не решают проблем на все 100%, цель не оправдывает средства. Проект не для всех актуален. Нет потребности в этом проекте, не четкое прогнозирование, нет четкого результата. Ничего себе проект, говорит нам Галина. Нет построенного плана для ресурсов, поэтому происходит нехватка. Проект не будет провязывать действия после реализации. Слишком большое потребление ресурсов и проект принес новые проблемы. Есть ли еще какие-то мысли? Угу. Я понял. Хорошо. Коллеги, посмотрите. Я бы выделил следующий момент. Ну, в этом вообще смешарики, на самом деле, они многие вещи как бы объясняют и поясняют, но я бы акцентировал первое, что действительно ли проект актуален для всех? Скорее всего, нет. Вот, например, Карыч, он пострадал от того, что и сломалась лыж, то и желательно, чтобы твой проект, он все-таки на целевую группу воздействовал, никому не делал хуже. Второй момент заключается в том, что ресурсы, которые они используют для решения проблемы, да, то есть проектная идея, это ресурс и проблема на стыке. Возможно, здесь ресурсы, они не до конца понимали и их количество. Следующий момент, были ли они эффективными в решении этой проблемы? Скорее всего, нет, да, потому что там и по моментам строительства было понятно, что Крош не очень понимает ситуацию и как итог, проект, конечно, в итоге, а, не реализовал себя, то есть итог, то есть та деятельность, которая не занималась, они не набили результат, то есть тепло им не стало по большей части и второй момент, в итоге проект родил новые там глобальные экологические проблемы и, конечно, ну, вот примерно, как было в Китае, да, в том же самом примере, поэтому желательно, чтобы твой проект новых проблем не порождал, такая очень тонкая деталь, когда мы решаем одну проблему, важно, чтобы потом десятки новых не родились на этой почве и чтобы все было хорошо. За сим, коллеги, я вам хочу сказать три вещи. Первое, это благодарность за то, что были со мной, кто даже с включенной камерой, мне это всегда очень приятно, даже четыре вещи. Второй момент, мне вежливые люди всегда подсказывают, что стоит оставлять свои контакты, я правда это сделаю, я есть в социальной сети ВКонтакте и я пока не скрываюсь от коллекторов, меня даже зовут Сергей Шифоростов, ссылочку я написал в чат, в ВКонтакте и если у вас будут какие-то вопросы, можно их смело задавать, я вполне адекватный человек, обещаю даже ответить, если что-то возникло. Третий момент, для меня социальная проектировка, это правда очень ценная история, такая ценностная, в том плане, что она правда помогает решать проблемы, и вот уже третий год мы реализуем большой проект, обучая каждый год 100 проектных команд, которые реализуют более 90 проектов по всей России, в своих малых городах и поселениях, и когда мы видим результат, ну, на душе, что называется, становится реально круто, потому что люди делают то, чего в их там поселках, деревнях, маленьких, упаковку есть, есть вещи гораздо важнее, которые, ну, в которых можно применять свою славную голову, и я надеюсь, что на этом форуме ты тоже будешь применять свою голову с пользой. Засим, мой блог окончен, Ангелин, если будет вопрос, тоже можно написать в личку, мы обсудим. Все, всем пока, желаю вам крутых спикеров, интересных знаний, и, конечно, применять все на практике. Все, всем пока-пока, и с зала мы спокойно выходим. Спасибо. Мы сегодня с вами будем говорить про дизайн презентации социальных проектов. Немножко по-другому называлось непосредственно мое выступление, но это будет топ вредных советов от дизайнера. Меня зовут Евгений Князев, я продуктовый дизайнер, я копирайтер, можно подписаться на какие-то мои соцсети, вдруг вам захочется, вообще говоря, задать мне вопрос. Кстати, в вопросах их можно формулировать уже в процессе презентации, чтобы задать в конце, временно это обязательно будет. Кто такой продуктовый дизайнер, я надеюсь, понятно, это не тот, кто придумывает упаковку для сыра, который вы видите в пятерочке, это тот, кто делает цифровые продукты, причем я их не только делаю, но и потом впоследствии презентую, поэтому в этой области у меня довольно большая практика. Ну, поехали. Собственно, совет номер один. Не привлекать дизайнера и копирайтера вообще никогда, потому что постоянно можно слышать истории о том, что наняли дизайнера, фрилансера, кого-то долго искали, в результате вся эта история с тестовыми проверками и всем остальным заканчивается тем, что люди просто теряют деньги, толку никакого, какие-то макеты из интернета им скидывают, короче, никогда не нанимайте дизайнеров, копирайтеров, это все глупости, лучше самим все написать, ну и, собственно, давайте разбираться, как это сделать. Больше текста. Это основа любой презентации, нужно как можно больше текста, причем в тексте как можно больше воды. Дело в том, что люди, они ненавидят картинки, ненавидят видео, ненавидят анимации, ненавидят инфографику, как можно больше текста, больше воды. Вот читали Толстого, например, да, помните, насколько у него сложные тексты, вот точно так же надо писать, можно даже на французском. Огромные абзацы, растянутого текста на весь лист, кегать, чтобы поменьше, там где-то 12-11, слова посложнее, можно использовать меглицизмы, слова из какой-нибудь профессиональной области обязательно, и даже те слова, которые вы только позавчера сами узнали. Если вам кто-то вдруг скажет про Ильяхова, Сарычева, инфостиль, отвечайте, что вы вообще не журналист, вам нужно по-настоящему писать хорошие тексты, и чтоб прям за душу брало. Ну и, естественно, избегайте разнообразных схем, упрощений, видео, анимационных инструкций, ваша аудитория 100% достаточно умна, язык совершенен, чтобы все представить в своей голове, очевидно, все все верно поймут, ну как бы, как иначе. И, конечно же, побольше эмоджи. У вас должна быть ровно одна слабость, это слабость смайлики. Маркетологи ведут статистику, они прекрасно знают, что смайлики усиливают эмоциональное вовлечение. Запись в Фейсбуке на 57% больше лайков будет собирать, на 33% больше комментариев. Жалко, что, правда, эти самые эксперты не пояснили нам, сколько нужно эмоджи, но ведь явно чем больше, тем лучше. Верно ведь? Ну, есть, правда, несколько другое исследование про деловую переписку. Там написано, что те, кто использует эмоджи, их воспринимают как менее компетентных. Но это, конечно, бред, потому что вы посмотрите на этот график, он серый, скучный, и явно там написано неправда. Явно то, что они пишут про компетенции, это тоже бред, и вообще там ни одного смайлика, как они вообще собираются вовлекать свою аудиторию. Продолжаем. Я покажу вам сейчас два сайта. Это сайт-главрят и сайт-типограф, собственно, от Ильяхова и Лебедева. И это вообще очень странно, что их до сих пор не запретили, потому что там можно только посмеяться над тем, как бездарно они пытаются исправить наш идеальный текст. Серьезно, кто вообще будет пользоваться сервисами, которые сами автоматически помогают вам сделать текст лучше и соблюдать правила оформления. Звучит как вообще полный бред. А потом еще и роботы, наверное, будут за нами пол подметать, а с людьми не рассеять общаться. Но это чересчур. Следующий совет — это нужно брать все со стоков, если уж пришлось что-то добавить в презентацию, кроме текста. Ну и, естественно, просто забивайте в поисковик, не заботьтесь об авторских правах. Всем известно, что оригинальный контент, он абсолютно того не стоит, его долго делать, а профит от него почти нулевой. Соответственно, людям нравится копипаста, издовольных глазубых людей, банальные ассоциации в духе доверия. Это два мужчины, которые пожимают друг другу руки в таком духе. Соответственно, старайтесь, старайтесь выполнять эти советы. Команды — это обязательно, не знаю, какие-нибудь спортсмены, но вы поняли. Дальше. Забудьте про структуру презентации. Структура презентации — это какая-то там проблематика, введение, вот это все вам абсолютно не нужно. Только самый бездарный человек будет задавать четкую, понятную структуру презентации. Предпосылки вообще должны идти в самом конце, начинать стоит с сердцевины, сразу бросая вашу аудиторию непосредственно в омут с головой. Знаете, есть такой способ учить плавать, когда просто бросают в озеро и наблюдают. Вот здесь то же самое. Еще раз. Никакой четкой структуры. Еще хуже, если вы сделаете разделяющие слайды, которые делят презу на мини-темы. Это прям верхний профессионализм. Никогда так не делайте. Ну и вообще не держите людей за дураков. Они прекрасно разбираются в контенте любой сложности. Хуже, хуже, чем структура. Может быть, только стори-тейлинг. Человечество явно впустую потратило тысячи часов, пытаясь придумать какую-то схему для хорошей истории, от которой за уши не оттащишь. Ничего не работает лучше, чем сбивчивая речь во всем и ни о чем одновременно. Тем более, не стоит пытаться захватить человека эмоционально. Все эмоции — это пустая трата времени. Мы существа строго рациональные, особенно когда речь идет про социальные проекты, про какие-то вообще, в принципе, проекты, деньги. Мы там вообще на эмоции не опираемся. Может быть, при выборе вечернего платья, но при проектах, бюджете, эмоции — это не про нас. Ну и, собственно, как и в продолжении темы эмоций, никаких шуток, никакого юмора, никакой самоиронии. Абсолютно точно вас воспримут как глупого, некомпетентного человека, если вы будете признавать свои ошибки, как-то пытаться разрядить атмосферу и демонстрировать средствоустойчивость через самоиронию, если что-то вдруг на вашей презентации идет не так. Видели, например, презентацию Apple? Там, когда Сири не понимает чего-то, тысячи людей смеются. Естественно, смеются над ними, а не с ними. Вот это, конечно, позор. Ну а если вы уж решили как-то шутить в своей презентации, то используйте что-нибудь максимально старое, классическое. Во-первых, шутки такие уже, они защитили себя временем, стали живой классикой. А во-вторых, нужно помнить, что оригинальный контент, он, в принципе, никому не нужен. Мы с вами об этом уже говорили. Соответственно, естественно, не нужно готовиться заранее. У вас великолепный текст, на презентации, если что, люди его прочитают, если что-то не поймут. К нашему шестому совету презентация ваша и так уже очень хороша, да и вообще, зачем писать дополнительный текст какой-то, что-то рассказывать людям, если он весь уже на слайдах. Просто встаньте, возьмите микрофон или в нашем случае с плосковидными временами сядьте и наденьте наушники и прочитайте все монотонным голосом. Вдруг вообще среди вашей аудитории все-таки есть идеалы или люди, которые забыли надеть линк за очки и не смогут прочитать ваши замечательные текста. Ну, само собой, никаких репетиций предварительных точно не нужно делать, потому что мы что, мы в четвертом классе, чтобы устраивать эти показные чтения. Я вот, например, вообще никогда не нервничаю на публичных выступлениях и вам советую. Ну, и седьмой совет. Не нужна никакая идентика вашему проекту ни в презентации, ни в принципе, потому что бренд это, в принципе, какое-то очередное слово, которое за собой ничего не несет. Ну, может быть, там для EPL, может быть, для Coca-Cola, это еще имеет какое-то значение, но куда нам с вами, с предпринимателем и инициатором каких-то проектов. Мы слишком маленькие для этого, естественно, у нас ничего с вами не получится. Попытка вообще выявить свой фирменный стиль и tone of voice это пустая трата времени, она заведет в тупик и заставит себя чувствовать еще более некомфортно, придется задавать себе вопросы, а кто мы, какая у нас миссия, какая у нас цель, как мы хотим общаться с аудиторией. Естественно, все эти вопросы неприятные, надо будет думать, что-то отвечать, записывать, не стоит. Ну, и вообще, если все еще и пройдет неудачно, то вас запомнят из-за этих фирменных цветов, фирменных элементов, а потом будут смеяться. Не стоит, не стоит так делать. Ну, и, конечно, бонусный совет, не читать мою статью, которая здесь по ссылочке, там вообще слишком много про какую-то психологию восприятия, взаимодействие дизайна с человеком, слишком хорошо прописаны шаги по типографике, по оформлению, зачем вам это нужно, и вообще там, если заголовок прочитать, там что-то про интернет-магазины я не рекомендую. Ну, и, собственно, задавать вопросы я тоже не рекомендую, вот, оно явно того не стоит, просто давайте посидим, помолчим оставшиеся 10 минут, это явно веселее, чем общаться и узнавать что-то новое. Потому что я решил, что у вас будет сегодня очень много прям таких жестких лекций, нужно будет как-то вас раззадорить. Даша, это, конечно, шутка, да, на всякий случай уточню. Обязательный пункт FTC для дизайнера под проект. Смотрите, тут, во-первых, нужно, конечно, отталкиваться от проекта, который вы хотите, но я бы начал с того, чтобы проработал Identity, понял вообще, для кого вы это делаете, то есть обязательно вам нужно понять сливую аудиторию, с кем вы будете работать в дальнейшем, с кем вы будете этот проект утверждать, и нужно сделать так, чтобы дизайнер это тоже понял и смог вам тогда помочь. Это один из первых пунктов. Потом надо обязательно понимать, чем вы вообще, что вы от него хотите. То есть конкретно говорить о том, что нам нужен логотип, нам нужны обложки для соцсетей, нам нужны баннеры для рекламы в Фейсбуке, нам нужен, не знаю, если это не только дизайнер, но, например, монтажер, нам нужен видосик или какая-нибудь анимация, нам нужен фирменный стиль для презентации, визитка, вот это все. Потом нужно вообще, в принципе, чтобы дизайнер обязательно понимал идеологию вашего проекта, чтобы он понимал ваш тонок войск, то есть настроение, с которым вы подходите. Хороший дизайнер, вообще говоря, сам задаст эти вопросы вам, но, естественно, если вы оформите это в документ, это сильно сэкономит вам время заранее. Соответственно, вы сможете меньше времени дальше потратить. Но важный момент, что когда вы все-таки начинаете работать с дизайнером, обязательно надо созвониться и ответить на все его дополнительные вопросы, это, во-первых, покажет вам, ну, уровень его вопросов, покажет вам, насколько хорошо он вообще понимает свою область и то, чего он хочет. А во-вторых, это позволит вам найти прямой контакт. У нас обязательно, когда мы начинаем работать, мы созваниваемся. Спасибо вам за такие приятные отзывы. Да, все советы вредные, поэтому не выполняйте их. Какие кавычки лучше? В правилах русской типографики для русского языка нет вопросов лучше, есть просто правила. у нас есть следующие истории, что внешние кавычки должны быть елочками, а внутренние кавычки внутри елочек, они должны быть лапками. Типограф, на который ни в коем случае не нужно заходить, он сделает это все за вас, если вы просто возьмете и добавите непосредственно свой текст в типограф. Егор. Про теорию близости долгая тема, если у нас не будет других вопросов, обязательно ее обсудим. Если сам решил заняться оформлением, нужно, конечно, с кем-то советоваться однозначно, лучше советоваться с дизайнером. Но если сами решили заняться оформлением, то в первую очередь нужно посмотреть на референсы, нужно тоже понять, какой аудитории вы это все делаете, понять, где они находятся, к какому визуалу они привыкли. Насколько ваш визуал вам подходит. Соответственно, дальше, после того, как вы определите свою целевую аудиторию, посмотреть, к какому визуалу они привыкли и пытаться с ним идти. Но вообще, в целом, если вы сами собираетесь заниматься оформлением, старайтесь просто не перебарщивать с визуальными эффектами, стремиться к каким-то минимальным вещам, писать как можно больше текста, это мой вредный совет, как помните, и как можно меньше картинок, инфографики и всего остального. Причем, неважно, что в публичной презентации, что непосредственно в всяких документах, которые, ну, презентации каким-нибудь людям, с которыми вы это, которые должны одобрить этот проект. Самый популярный, вредный совет, который мне приходилось слышать. я думаю, что самый популярный вредный совет, который приходится слышать вообще всем, не беспокойся, все обязательно пройдет по плану, вот. Естественно, по плану никогда ничего не идет, все, что-то происходит плохое условно, и это нормально, к этому нужно быть готовым, и нужно быть готовым к тому, чтобы как-то из этой ситуации выплывать, то есть импровизировать, это нормально. Сколько времени разрабатывается дизайн? Дизайн мерча, ролап, анимация для видео? Я думаю, что на это все нормально заложить неделю-две, вот, учитывая, что, мы говорим о разработке, это, соответственно, будет несколько итераций, вы там сначала поговорите с дизайнером, обсудите с ним все, он вам покажет скетчи, после этого вы утвердите скетчи или не утвердите скетчи, пойдете в другую сторону, потому что он вас не понял, дальше вы после скетча начнете утверждать уже конкретные объекты, то есть артефакты, там, макапы, для ролапов, анимации и всего остального. Но вот с анимацией для видео вообще это довольно большая тема, то есть там зависит от длины видео и от уровня анимации, соответственно, если вы хотите, чтобы вам сделали анимационный мультик на 20 минут, то там нужно значительно больше времени. В целом, конечно, это все можно сделать вообще и за три дня, если вы уверены, что там дизайнер уже понимает ваш временный стиль и все осознает и готов работать круглые сутки. Но лучше заложить вот недели-две на то, что вы написали, особенно если там какая-то классная анимация долговременная. Какие характеристики проекта нужно рассказать дизайнеру, чтобы получить качественный логотип? Вашу идеологию, ваш посыл, ваше настроение, то есть тот самый присловливый tone of voice, если вы хотите, чтобы этот логотип был, например, самый ироничным или он придавал какую-то глубокую мысль обязательно. Лучше всего сформулировать статью довольно кратко, а потом наоборот раскрыть, то есть чтобы у дизайнера было там одно-два предложения, смысл которых он понимает глубже, но при этом они кратко как-то зафиксированы. А потом еще нужно сказать, в каком визуальном стиле по-хорошему вы хотите его получить. Сейчас самый трендовый стиль это минимализм. Вот, минимализм это когда у нас простейшие элементы, в них можно очень много смысла добавить и непосредственно потом легко получить какое-то узнаваемое лого. Но при этом опасно, потому что вам могут начать советовать сделать логотип треугольничек и для небольших проектов это довольно плохая история, потому что вряд ли у вас получится захватить рынок и сказать типа треугольнички принаш. Теория близости. Ну, если вкратце, то, конечно, лучше пойти и не читать Горбунова. На самом деле, конечно, лучше пойти и почитать Горбунова, почитать Лебедева. Они прекрасно это все объясняют несколько раз. В целом, история в том, что объекты, которые вы визуально видите и они находятся ближе друг к другу, они воспринимаются как единое целое. То есть, если вы посмотрите там, например, на последний слайд, у нас довольно близко находится текст к моему имени, потому что это заголовок и подзаголовок. И точно так же, наоборот, подальше находятся социальные сети, а относительно друг к другу они находятся ближе. Так мы делим пространство на несколько визуальных блоков. Здесь их, собственно, четыре. Это верхний слой, который как раз содержит некоторые фирменные элементы компании, в которой я работаю. Моджо. Это мое имя с еще одним вредным советом. Это мои фотографии и мои социальные сети. Если бы мы, например, сделали расстояние между моим именем и подзаголовком про не подписывайтесь на инстаграм и не задавайте вопросы, таким же, как и от соцсетей, то тогда бы воспринимали это все как один единый блок. Соответственно, таким образом вот это пространство белое или черное или любого другого цвета, который у вас есть как фон, вы с помощью него можете управлять вниманием пользователя и показывать ему то, что взаимосвязи без непосредственно их объяснения языком или текстом или еще чем-то. Люди сами прекрасно понимают, что вот это одна кучка, это другая кучка и это работает хорошо. Это не вредный совет, это хороший совет. Так, у нас осталось еще 4 минуты. Насколько я понимаю, можно задать еще несколько. Тезисы психологии и восприятия цветов. Короче, очень... Да. Давайте сначала психологию и восприятие, потом на 5 минут количество слайдов тоже расскажу. Значит, про психологию и восприятие там на самом деле все сложнее, чем просто говорить типа синий это спокойный цвет, красный возбуждает аппетит. Это, конечно, все полный бред, потому что это контекстуальная история. Если вы смотрите на айфа-банк, вряд ли вы воспринимаете его как банк, который возбуждает вас аппетит. Но... А если вы смотрите, например, на плашку со скидкой красненькую, соответственно, она тоже не вызывает в вас аппетит, она просто привлекает ваше внимание, потому что красный этот цвет самый длинный волной, и он максимально издалека виден. Вот. Поэтому нужно смотреть по контексту. Если у вас красный везде используется как цвет запрещения, например, то было бы глупо потом делать какой-то объект, которому вы хотите привлечь позитивное внимание красного цвета. Естественно, люди там привыкают к тому, что красный — это запрет, зеленый — это разрешение. Это тоже нужно знать. Но в целом любой цвет можно использовать любым образом и придавать ему значение внутри своего собственного контекста. Это показывает нам кучу всех цветов радуги вообще проектов. Там те же банки, мы можем посмотреть, что какие-то синие, какие-то желтые, какие-то красные, какие-то зеленые и так далее. Это абсолютно никак не влияет в конечном счете на них, а влияют совсем другие вещи. Чтобы оценить вообще любое количество слайдов на любое время, нужно просто их сделать, а потом посмотреть, как много текста вы собираетесь наговаривать, с какой скоростью, и после этого просто поставить таймер и посмотреть, хватит вам на 5 минут или не хватит вам на 5 минут. Вот я рассчитывал на 20 минут, я на 20 минут и рассказал. Ох, Егор, зачем нужны логотипы? Да, конечно, не нужны логотипы. Не делайте логотипы. Это девятый бонусный совет. Они абсолютно конечно никому не нужны, чтобы был какой-то знак, с которым вы быстро ассоциируетесь, на который вы можете поставить любое место и люди вас узнают, зачем вам это нужно вообще. Опять же, не дай бог, они запомнят, потом что-нибудь плохое произойдет и навечно будут ассоциировать вас с этим провалом, ведь люди никогда ничего не забывают и не прощают. Не стоит, не стоит. Ух, Юлия, ценовые категории на сайты это очень интересный вопрос. Я думаю, что даже минут на него не хватит, потому что, во-первых, непонятно, что такое среднее качество, во-вторых, сильно надо определиться с тем, что это за сайт. Видимо, у вас что-то типа корпоративной визитки, где довольно мало взаимодействия с пользователем. Я думаю, что меньше 50 тысяч на него точно тратить не нужно, лучше больше, конечно же. Опять же, есть очень много компаний на рынке, вообще диджитал рынок настолько сильно разнообразен, что в первую очередь надо смотреть на портфолио, потом уже на ценник и потом еще разговаривать и смотреть, насколько эти ребята вам в принципе подходят, потому что, как ни странно, о чем все забывают, вам потом с этими людьми взаимодействовать не один месяц, и стоило бы подольше с ними пообщаться. Ирина рекламирует платформу VIX, можно в принципе делать и на Tizze, и на ReadyMag, они довольно простые, и если вам не сильно какие-то нужны важные вещи, то можете попробовать вообще самостоятельно. Да, это действительно недорого. Все зависит от потребностей, тут нужно смотреть конкретно. по цене дизайна. Я не занимаюсь оценкой дизайна, если честно, футболки, роллап, короткая анимация. Нет, я не рискну сейчас давать вам оценки по деньгам, вот, все-таки маловато информации для этого пока что. я так понимаю, что у нас закончилось время, вот, если у нас еще время, скажите мне, организаторы, я думаю, что надо заканчивать. Вот, спасибо вам за интересные вопросы и за то, что послушали, надеюсь, что вам это поможет. А, нет, мне дали еще две минуты. Окей, последний вопрос тогда. А, не будет последнего вопроса. Потому что кто же, кто же ему сможет? Что, Егор? Зачем нужны статьи? Для продвижения. Ты, получается, сам ответил на свой вопрос. Если вы публикуете статьи на каких-то сервисах, где есть уже собственная аудитория, это простой способ ее привлечь. Если у вас хорошая статья, если вы сделали ее не по вредным советам, если она действительно интересная, передает ваши эмоции, передает ваш уникальный опыт, который может быть полезен другим людям, то на большинстве сайтов ее либо опубликуют, там будут комментарии, к вам потом будут обращаться люди, либо там есть самая модерация, и люди просто будут ее лайкать, и это даст вам максимально большую аудиторию с этого сайта, соответственно, вы получите просто кусочек популярности, возможно, спонсоров, возможно, еще что-то. О трендах продвижения. Я бы не сказал, что стрейтейдинг это тренд продвижения, это скорее способ передачи информации, который у нас есть, просто люди привыкли вообще, есть даже такой, так скажем, течение психологии, которое фокусируется именно на историях. Она говорит, что в принципе люди привыкли слушать истории, им нравится слушать истории, и историями стоит их завлекать куда-либо ничем иным. Вот. Все, спасибо вам еще раз, хорошего дня, хороших оставшихся презентаций, пока-пока. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня мы с вами поговорим об очень важных вещах с точки зрения как ошибки превратить в преимущество. Как писать проект? Дело в том, что то, что мы сегодня с вами будем обсуждать, оно применимо, пожалуй, ко всему. Логика проектного мышления позволяет решать не только задачи по написанию проектов на гранты или создание своего бизнеса, но также оно упорядочивает мысли и позволяет выработать нужный инструментарий, донести информацию другого человека, презентовать. Итак, я перехожу в демонстрацию экрана. Итак, уважаемые организаторы, как-то дайте знать, пожалуйста, о том, видно ли презентацию. Как слышно меня? Уважаемые участники, может быть, вы мне подскажете в чате, соответственно, есть ли у нас звук и видно ли презентацию. Ага, все, вижу. Итак, начинаем, собственно говоря, наш семинар. Дело в том, что очень важно уделять внимание предпроектной информации. Что это такое? Невнимательное чтение миссии, грантодающей организации, условия конкретного конкурса, итоги прошлых конкурсов. Что это значит? Вообще, в принципе, если мы говорим о выигрышном написании грантового проекта и проекта как такового, нужно понимать, кто сидит на той стороне, кто вас оценивает, как происходит эта оценка, самое главное, что от вас требуется. Это очень важная составляющая. Когда я участвую в оценке проектов, то я сталкиваюсь с тем, что условия проекта были заложены одни, а участники, собственно говоря, предлагают другие решения, другие проекты и вообще не связанные с целями, с миссиями изначально, что было заложено в проекте. Это действительно очень кропотливая, достаточно скучная работа, но нужно почитать, собственно говоря, прям четко условия. И я бы прям вам рекомендовал, когда вы прочитываете конкурс, прочитываете техническое задание, использовать эти же формулировки в своих презентациях, в своих пояснительных записках для того, чтобы попадать, действительно отбивать все запросы, которые были изначально прописаны в техническом задании. Недостаточно изучен опыт реализации социальных проектов на выбранной территории, недостаточно изучить рынок проектных идей. Но сейчас век интернета все очень легко. Дело в том, что ваша идея могла быть либо уже реализована, либо есть программы, которые, собственно говоря, эту проблему, которую вы обозначили в своем проекте, решают. Поэтому происходит дублирование, и эксперты, они же в контексте конкурсной программы, они осматривают огромное количество проектов, а также изучают рынок, а также изучают любые возможности, чтобы полностью картину посмотреть. И, соответственно, вы также должны посмотреть. Если у вас есть идея, возможно, от нее не стоит отказываться, раз она уже где-то реализуется, но ее можно трансформировать для того, чтобы действительно создать определенную уникальность. Несоблюдение формальных требований грантодателя по написанию заявки. Ну, это уже из разряда очень простого. И когда вы заполняете в большинстве грантовых конкурсов, есть прям готовые формы, которые нужно заполнять. Например, если есть форма информационная открытость или форма письма поддержки или партнерские письма, соответственно, даже если у вас их нет, то это то поле деятельности, которое вы должны усилить. Значит, это ваша слабая сторона, которую нужно проработать полностью. Соответственно, если говорится о том, что наличие презентации обязательно, то обязательно прикрепляем презентацию в том формате, в котором изначально было указано в конкурсной основе. То есть, это те критерии, на которых чаще всего люди теряют баллы. Идем дальше. Узнать все. Изучите донора, кому отправляете заявку. Проанализируйте миссию грантодающей организации, условия предоставления финансирования, прочитайте содержание проектов, получивших поддержку донора. Вот это очень важная составляющая. Те, кто уже выиграл, посмотрите, как они это сделали. Посмотрите, какие письма были. То есть, это та форма примера, которая действительно позволит вам сориентироваться и написать тот проект, который выиграет. Стоит ли изобретать велосипеды? Изучите проекты конкурентов, когда вы будете знать ситуацию на рынке проектных идей. Ну, здесь немножко мы повторяемся, но это однозначно стоит еще раз повторить. Потому что проблема, которая решена, либо уже решается государством, либо есть какие-то, пример привожу, есть проекты, которые направлены на поддержку и сохранение культурно-исторического наследия. И такие же проекты на государственном уровне более масштабные, позволяющие действительно охватить эту проблему. При этом люди говорят, мы хотим вот то же самое сделать. Здесь не стоит, собственно говоря, в этой сфере конкурировать. Лучше найти ту сферу, которая действительно для вас будет абсолютно уникальной и актуальной. Вообще поддерживаются все проекты, которые направлены на созидание, на актуальность и новизну. То есть, если здесь вы, изучив полностью рынок, увидите, что, например, рынок сейчас смещается в сторону, например, патриотического воспитания или патриотических проектов, и вы видите, что есть востребованность оказания помощи людям с ограниченными возможностями, с людей серебряного возраста, и там этих проектов мало сейчас, значит, это та ниша, в которой вы будете более конкурентны и большая вероятность, что вы выиграете. Напрасный труд. Если вы изменили порядок оформления заявки, ее просто не примут к рассмотрению по формальным признакам. Чтобы вы понимали, здесь немножко приоткроюсь завесу тайны, когда мы находимся в состоянии оценки проектов, то на одного эксперта приходится очень большое количество проектов, которые приходят. Они абсолютно разные, их нужно отсматривать, и самое главное, что мы отсматриваем также по определенным технологиям, критериям. И, соответственно, если заявка, которую мы изначально продумывали, либо организация, которая подавала грантовый конкурс, продумала, то ее лучше соблюдать, потому что, значит, есть в этом определенная логика оценивания и так далее. Когда определенные формальные признаки вы не соблюдаете, вы также на этом теряете баллы и, соответственно, не выигрываете. Вот эта предпроектная информация может показаться немножко скучной, но она и есть залог успеха, потому что в своей базе процентов 30-40 баллов мы теряем именно на очень простых, легко решаемых вопросах. Идем дальше. Давайте еще раз попробуем перезапуститься. Отлично. Личные ошибки заявителя. В чем, собственно говоря, они проявляются? Проявляются они в очень простых факторах. Неаккуратность в оформлении заявок, неточность в расчете. Все очень просто. Опечатки или ошибки в расчетах могут дать поводу сомниться в вашей точности, аккуратности при реализации проекта. Еще раз говорю, эксперты тоже люди, и да, одну заявку оценивают разные эксперты разного количества. Но если есть очевидные ошибки либо неаккуратности, на них практически сразу обращают внимание, и в целом весь проект вызывает опасения, что есть определенная неточность. лексическая и стилистическая неточность. Используйте терминологию и понятие там, где это уместно. Если необходимо, оставляйте пояснение и уточнение. Используйте простой и понятный стиль изложения. Вот на этом я прям конкретно остановлюсь. Когда мы говорим о проектной деятельности, это не значит, что мы переходим исключительно на терминологию. Есть места, где без терминологии, без определенного профессионального понятийного аппарата обойтись невозможно. Но там, где есть возможность заменить простыми речевыми оборотами, которые доносят информацию четко и понятно, которые позволяют понять вашу мысль практически сразу, лучше переходить на такие формы подачи. Почему? Потому что эксперты, при всей своей экспертности, каких-то терминов могут не знать, но при этом, да, они проверят этот термин, они найдут его, но это тоже лишнее время. Будьте, я очень люблю такое слово, называется удобоваримыми, то есть будьте максимально понятными. Там, где можно использовать, вернее, если вы используете критерий какой-то или термин, и при этом вы понимаете, что есть возможность, что этот критерий могут не знать, делайте ссылки, делайте глоссарий, мы очень благодарны, и вот сколько мы в экспертном сообществе общаемся с этим людям, которые делают отдельно глоссарий, выносят ссылки, которые позволяют действительно быстро понять, что за термин, что вы имели в виду. Итак, неточность, неаккуратность в оформлении, преномеруйте страницу, соблюдайте требования донора. Но это еще раз, опять-таки, о многом, очень классные идеи, действительно, позволяющие решать социальные проблемы, либо действительно развивать ту или иную область, но при этом абсолютно на вещах, которые не относятся к идее проекта, к сути реализации. И вот из-за неточности и аккуратности люди выпадают или выбывают из, собственно говоря, грантовой гонки. Так, секунду. Не усложняйте, да? Это тема, связанная с желанием показаться или преподнести проект в более такой серьезный, чтобы придать ему веса, в стране восходящего солнца, в Японии. Соответственно, там, где, опять-таки, это нагружает текст, это нагружает восприятие. Самое главное, порой читая актуальность или тему проекта, к середине уже этого текста ты теряешь суть, собственно говоря, что хотел донести автор. Самое интересное, особенно для начинающих, кто только входит в проектную деятельность или создает свои презентации, он желает развиться в той или иной сфере. Чем человек профессиональный становится, тем проще и яснее он излагает. Вот пример простой, если смотреть, как ученые с таким достаточно мировым именем излагают свои идеи и свои постулаты, очень просто. Если взять начинающих ученых, то это очень сложные фразы, очень сложная терминология для того, чтобы показать большую, большую, собственно говоря, профессиональную свою подготовку. Не усложняйте, будьте проще и тогда большая вероятность, что эксперт быстрее поймет суть вашей идеи и, соответственно, поставит более высокий балл. Ну, собственно говоря, да, сослагательное наклонение. Длинные сложно подчиненных предложения, например, здесь содействие, поддержка и развитие гражданской активности общественных организаций российских ветеранов, воин, вооруженных конфликтов и военной службы, реализующие ветеранские информационные инициативы, взаимодействие с ветеранскими общественными организациями и так далее. Вот я даже... Это название проекта, чтобы вы понимали, да, если мы говорим про название проекта, то название должно отражать суть, оно должно мотивировать, это некий такой рекламный слоган, который позволяет очень быстро уловить интуитивно уловить самую главную идею, то, что вы хотели донести, ту пользу, которую вы хотите донести, либо вот в целом идею проекта. Ну вот когда название, и вот это название, то, соответственно, к середине названия мы уже теряем способность, теряем возможность, грубо говоря, понять, о чем проект. Попробуйте, уважаемые участники, прочитать сейчас еще раз, о чем, собственно говоря, проект. Суть этого проекта достаточно сложна, поэтому избегайтесь таких вот, вот это яркий пример того, как делать не надо. Итак, употребление ни о чем не говорящих для не специалистов термин, перманентные, гибридные войны. Да, еще раз повторюсь, эксперты знают терминологию, но чем больше эти терминологии, тем сложнее происходит восприятие, соответственно, это дополнительные усилия на концентрации внимания. Фраз, не содержащие конкретный информат, например, использование информационно-программных методов об обработке информации с доступом множественных источников информации. Вот скажите, о чем эта фраза? То есть, если, и здесь я очень использую такой простой, конкретный метод, который позволяет действительно понять, действительно правильно ли прописан текст и правильно прописана ваша презентация. Позовите своих младших братьев в возрасте от 8, до 13 лет, сестер, племянников, и расскажите им ваш проект, прочитайте именно тот текст, который вы написали. Если они не поняли, о чем речь, если они не поняли конкретно, как вы будете достигать этой цели, значит, нужно дорабатывать. Ваша идея, ваши мысли должны быть оформлены таким образом, чтобы они были понятны максимально непрофессионалы. Эксперты и так поймут, но чем понятнее идея, чем понятнее как вы будете это реализовывать, тем, соответственно, вы будете более конкурентными в рамках конкурсной программы. Отдельно хотел бы сказать пример, как это приводится. Вот попробуйте для себя сейчас написать фразу, я буду через 5 минут, это же уже в целом устоявшийся фразеологизм. Вот для кого 5 минут, это ровно 5 минут, и, соответственно, вы понимаете, что человек будет через 5 минут. Уже есть определенный некий люфт, который позволяет действительно эту фразу, либо недалеко, вот это сколько, для каждого человека недалеко, это абсолютно разная, так, еще раз, извините, мы вылетели почему-то назад, она не пролистывается. То есть фразы, которые позволяют интерпретировать в понимании другого человека, так как он принял эту информацию, соответственно, вы задаете определенную неточность, то есть недалеко, это сколько, это будет доступно, в каком плане, как будет доступно, через онлайн, через оффлайн. Информация об организации, несоответствие содержанию проекта миссии устава организации. Опять-таки, мы говорим о проектном написании, соответственно, здесь очень большой блок стоит именно документа оборота, то, как вы, собственно говоря, будете с ним работать. Очень важная составляющая заключается в том, что вы должны четко понимать, как вы оформляете документы. Соответственно, ваш устав должен полностью соответствовать. Отсутствие в заявке информации об опыте организации. Если вы уже где-то участвовали, что-то выигрывали, обязательно об этом сообщайте, указывайте, делайте обязательно ссылки. Смотрите, когда мы говорим, что организация выиграла тот или иной конкурс, эксперт начинает проверять эту информацию на, соответственно, правдивость и соответствие тому, что вы написали. Но если вы даете прямые ссылки, это становится намного проще. Не указаны партнеры организации. В современном мире реализация тех или иных проектов практически невозможна без команды. Кто вас поддерживает? Общественная организация, государственная организация, муниципалитеты, какой-то бизнес-партнер и так далее. Чем больше партнеров с точки зрения вовлеченности в проект, тут даже не количество, а качество имеет значение, тем больше вероятность, что вы получите большее количество баллов по этому критерию. Недостаточно полно описана команда проекта. Очень важно, что очень часто, скажем так, встречаешь энтузиастов, у которых у них горящие глаза, и ты понимаешь, что ту идею, которую он двигает, невозможно реализовывать в одиночку. Нужна команда. И команда просто прописанных фамилий. Заострите внимание о том, как действительно ваша команда важна, насколько они профессиональны, насколько они имеют тот или иной опыт в реализации проекта. Потому что проект классный, идея классная, прописана механика, но непонятно, как он будет реализован. Отсюда возникает вопрос, дав высокий балл этому проекту, этот проект действительно притворится в жизнь или все-таки останется на уровне идей, мы получим большую проблему в виде отчетных документов и так далее. То есть, когда мы видим сильную команду, когда мы понимаем, что есть прям четкое понимание, как мы будем это реализовывать, мы даже можем закрыть на какие-то нюансы глаза, потому что мы понимаем, есть кому реализовывать и мы понимаем, что проект может быть доработан. Идем дальше. Цели и задачи должны соответствовать направлению деятельности организации, закрепленной в основном документе органа. Мы проговорили. НКО должно иметь как минимум страничку в социальных сетях, обязательно прикреплять ссылки на публикации вашей деятельности, отчета. Значит, очень важный момент, когда мы осматриваем, некоторые обращаются за помощью, говорят, ну вот у меня же есть социальная страничка, у кого-то лендинг есть. Мы начинаем заходить на эти информационные каналы и понимаем, что информация, которая там опубликована, она двухгодичная, трехгодичная, то есть когда-то была создана. Понятие информационной доступности еще входит в такой критерий, как актуальность и современность. То есть мы должны видеть о том, что организация работает, что информация публикуется не просто для галочки, она используется, есть комментарии, есть какие-то репосты, то есть живая информационная страница, которая действительно позволяет сказать о том, что вы действительно проработали, действительно имеете право дальше реализовать проекты. Опыт команды, ну, это я уже с вами проговорил. Итак, идем дальше. У нас есть доказательства, но вам их не покажем. Очень распространенная ошибка, когда люди ссылаются, говорят, мы основываемся на статистике. По статистике и так далее, да, то есть, или в основу своей актуальности делают, скажем так, такой интересный критерий, как говорят, это будет востребовано. На основании чего вы так считаете? Почему вы считаете, что вашу идею поддержат люди? Знаете, как, если мы говорим про волонтерскую деятельность или проектную деятельность, связанную с волонтерами, причинить неизбежное добро? Порой люди и не просят помощи, но желание помогать пересиливает и возникают определенные казусы. Также и с проектной деятельностью. Попробуйте ваши аргументы не просто фразами оформлять, а еще прикреплять ссылки. Вы можете абсолютно спокойно пользоваться ссылками на открытые актуальные источники. Есть прям такое понимание открытые актуальные источники. То есть, вы на них ссылаете статистические данные. Если эти данные взяты из официальных сайтов правительственных органов, официальных сайтов, это также усиливает вашу позицию. Очень бы хотел прям заострить внимание. Дело в том, что то, что мы сейчас будем говорить, это то, на чем люди потеряли баллы. Каждая страничка этой презентации это то, из-за чего люди не прошли дальше. То есть, очень прошу вас внимательно отнестись к очень даже порой скучным, рутинным форматам, но это дополнительные баллы, которые вы складываете в копилку, и в итоге у вас либо победа, либо не хватает баллов. Идем дальше. Вот, мы переходим к, скажем так, моей болевой точке, когда я оцениваю. Актуальность проекта и проблема. То, что любой эксперт практически с этого начинает. Описано общими фразами без привязки к территории проекта, без использования данных статистики и исследований. То, о чем мы с вами проговорим. Пожалуйста, формулировки должны быть конкретные, реальные. При постановке проблемы используются количественные и качественные показатели. Чем четче вы проговариваете, например, здесь недалеко находится, из жизни, вас остановили на улице, где продуктовый магазин. Недалеко. Сколько? То есть, в данном случае нужно писать, в 300 метров находится магазин. Если мы говорим, что мы хотим действительно использовать качественные показатели, то мы говорим о том, что мы, например, я не знаю, обучим 25 человек. Мы сделаем 50 брошюр, мы отработаем 45 семей и так далее, и так далее. То есть, чем лучше прописано с точки зрения целевых показателей, это цифровые показатели, тем понятнее становится. Следовательно, избегать слишком общих глобальных проблем. Мир во всем мире это отличная идея, но очень сложно понятно, как к ней подступиться, и самое главное, как ее реализовать. Желательно, чтобы формулировки присутствовала только одна проблема. Если в рамках проекта возможно шить несколько проблем, то их стоит разбить на отдельные формулировки и соединять в одну. Это о чем я говорил. Когда есть прям сплошняком написанный текст, и мы... Ваш проект структурировано. Порой открываешь проект, проект, и там просто текст сплошняком идет. Непонятно о чем. То есть вынуждены сами, собственно говоря, выделять определенные какие-то критерии. Поэтому, если есть проблематика, проблема номер один, проблема номер два, проблема номер три. Не стоит формулировать проблему, как отсутствие какого-то инструмента в широком смысле, который может быть использован для достижения цели, например, отсутствия денег, компьютеров, машины, или не могут они выполнять роль проблемы. Это не проблема. Это ресурсы, которые можно привлечь. И здесь, если мы немножко вспомним, о чем я говорил до этого, то здесь мы говорим как раз о партнерах, которые мы можем опять-таки привлекать к нам в работу. И, соответственно, мы можем получить эту технику, либо помощь, либо деньги. Есть инвестиции, есть различные платформы по сбору денег и так далее. Идем дальше. Логика проекта. Сложности формулируем цели и задачи. Смотрите, структура очень простая. Сначала описывается идея или суть проекта, ее актуальность, а потом мы переходим уже к структуре, цели и задачи. Цель – это стратегия проекта, задача – это тактика проекта. То есть стратегия более, ой, цель более широкая, а задача – это тактические решения, которые вы будете применять. Сутью цели проекта является изменение какой-либо существующей ситуации на качественно новую. Задачи конкретные, измеримые, могут быть достигнуты на промежуточном этапе реализации проекта. Чем больше вы эту этапность, тактику пропишете, тем больше эксперту будет понятно, как вы это будете реализовывать. Например, создание доступной среды. Очень сложный инфраструктурный проект. Цель – создание доступной инфраструктурной среды для лиц с ограничением, например, для колясочника. А, соответственно, задача – это увеличение количества пандусов, создание единого горизонта. И, соответственно, мы говорим, что там проработка четырех улиц, создание 25 пандусов, создание трех линий, которые позволяют этим людям добраться до центра, не используя дополнительные какие-то средства передвижения. То есть это уже задачи, которые мы решаем. Идем дальше. На каждую задачу проекта прописывается конкретный результат. Соответственно, если есть задача, старайтесь ее прям вот четко прям структурировать. Мероприятия ведут к достижению других результатов, что и как. Детально опишите, что будете делать в проекте с самого начала до самого конца. Все мероприятия должны быть полностью соответствовать задачам, которые вы поставили. А теперь, как это сделать? Все очень просто. Вы на листе бумаги расписываете задачи и теперь просто прорабатываете путь. Вы мысленно, ментально просто представьте. Итак, вам дали деньги, вы выиграли проект, то, что вы хотели. Вот все, что вы попросили, вам дали. Что ваши действия какие? И здесь очень важно не просто подумать, а и записать. И вот это и есть дорожная карта или тот маршрут, который позволит вам полностью реализовать этот проект позадачно. Это крайне сложная работа. И вот если мы говорим о механике выполнения этой работы, то все очень просто. Вы садитесь с перечисленным листом бумаги, вам дали деньги, идете от обратного. Что вы делаете? Кому вы бежите? Кто первый начинает делать? И прям начинаете шаг за шагом прям это прописывать. Тогда и вам логически будет понятно, что делать. Вот прям конкретный пример. Вам к сию секунду упала та сумма, которая, насчет которую вы попросили. Миллион, два, три, пятьсот, сорок тысяч, сколько угодно. Что вы делаете дальше? Ответьте на этот вопрос и самое главное, запишите. Очень важная составляющая в написании. Это тот уровень когнитивного восприятия и уровень навыка. Хорошо было на бумаге, были про овраги, но здесь можно это отнести к тому, что классная была идея в голове, и это действительно взрыв, и это действительно мы меняли. Как только мы приступили к реализации, мы не уничтожили пятое, десятое, четвертое и так далее. Как только вы мысленно пройдете по этому маршруту, все станет ясно. Когда? Укажите порядок и время исполнения ваших мероприятий. Иногда имеет смысл представить календарный план мероприятий. Есть еще такое понятие СМП, суточно-месячный план. Это вообще классная тема, когда вы раскладываете ваш путь, соотносите его с задачами, с количественно-качеством и время. Главный смысл, скажем так, проектной деятельности это локализация по времени. Так, так, так. Значит, это вопросы были. Если есть вопросы, задавайте, я, кстати, по ходу презентации сразу же на них могу ответить. Можно приводить свои конкретные кейки. Время является тоже значимым показателем то, как вы понимаете. Вот представьте себя на месте эксперт. Опять-таки, если мы говорим механистически, как прокачать свой проект, первое, вы прогулялись полностью маршрут от получения денег до его полной реализации и отчетов, грубо говоря. А второй момент, вы эксперт. И, соответственно, вы начинаете оценивать этот момент. И время, это самый главный, один из главных, пожалуй, показателей, которые позволяют понять, вы в контексте этой проблемы, вы понимаете, это вот, то есть вы четко понимаете, на это время хватит. Если мы говорим о доступной среде, мы же говорим, что это не за месяц, не за два. И некоторые инфраструктурные проекты длятся годами, потому что это сложно, это коммуникация, это согласование. Например, мы придумали классные пандусы, мы придумали классное, значит, единое пространство, но при этом мы забыли, что эта земля принадлежит городу, процесс согласования и так далее. И мы не выделили вообще в этап документооборот, согласование, проектный смертный, проектный документации и так далее. А это очень важно и очень много. Идем дальше. Так, секунду. Ага. Так, что ж такое-то, почему у нас? Вот, попробую назвать. Ага, цели и задачи, когда? Вот. Теперь бюджет. Это очень странный предмет, он есть, то его сразу нет. Значит, когда мы делаем или просчитываем бюджет, нужно понимать, что, ну, чем четче вы укажете не просто закуп компьютера, а примерные характеристики и ценовой диапазон, то вы должны иметь как минимум два сценария. Сценарий позитивный и сценарий негативный. Ваш бюджет должен быть ближе к формату негативному. Например, инфляция или увеличение стоимости и так далее. То есть, ваш проект должен быть максимально, и не бойтесь больших цифр. Если ваша идея действительно классно, она решает социальную проблему и боль, многие говорят, ну, это много денег, мне не дадут. Исходите не из того, что дадут или не дадут, это много или немного, соотносите это с решением задач. Если это финансирование необходимо полностью для выполнения этой задачи, то, соответственно, вы его также и закладываете. Идем дальше. Теперь переходим опять-таки к очень важному моменту, который достаточно часто забывается нашими уважаемыми участниками. Соответственно, статей, бюджет и мероприятием проекта. У вас все это должно соотноситься. Два листочка появляются теперь. Ваши мероприятия и ваш бюджет. Вы должны визуально посмотреть, как они соотносятся, чтобы не было расхождения. Бюджет проекта это целевые расходы, необходимое осуществление проекта, логическое продолжение проекта, его финансовое обоснование. Это важно. Финансы и в этом обосновании есть суть реализации проекта. Отсутствие понятных комментариев по статьям расходов. Комментарии по статьям расходов позволяют, собственно говоря, нам обосновать оплату той или иной услуги приобретении необходимого оборудования. Если вы что-то придумали, вы в контексте этого мероприятия объясните логически. Да, там очень много графов, если мы говорим про крупный, например, фонд президентских грантов и так далее. Это достаточно тяжелая работа с точки зрения написания. Но чем четче вы пропишете, что вот этот компьютер нужен не просто потому что нужен, а этот действительно будет использоваться, работать, вы будете с этим, тем проще будет обосновать практически любую суть. Не описано, каким образом будет использовано приобретенное оборудование после завершающего проекта. Опишите, каким образом оборудование будет дальше служить организацией для достижения каких-либо целей будет направлен. Тоже очень важный момент. Мы же понимаем, что помимо людей, которые действительно хотят изменить жить к лучшему, есть грантопожиратели, которые не ориентированы на результат. Поэтому они закладывают абсолютно все туда. Покажите о том, что вот то, что вы сделали, ваш проект реализован, и это дальше будет служить на благо поставленной цели или других целей, которые вы можете в проекте достичь параллельно. Завышенная стоимость услуг. Эксперт любой организации имеет доступ к информации в сети о стоимости услуг. Не стоит завышать позиции смет. Когда мы говорим о негативном сценарии, мы не говорим о том, что мы придумываем стоимость из головы либо добавляем к тому, что уже есть. Мы смотрим те позиции, которые стабильны во времени или сразу смотрим ту цену, которая является максимально. Но при этом мы понимаем, что эту цену мы можем обосновать с ссылкой на сайт, с ссылкой на магазин и так далее. То есть мы видим, что эта сумма действительно взята из открытых источников и она имеет обоснование. Идем дальше. Бюджет проекта. Значит, приступы к схожей траты, расходы вы видели переочередные самые необходимые. Тоже все просто. Как только вы пойдете по своей карте, о том, о чем я говорил, по карте своего маршрута, вы поймете, что, например, вы заложили основные моменты, а маленькие дождевики, которые вообще вылетели из головы, а вы проводите мероприятие, у вас один из задач это проведение общественных мероприятий на улице. Но вы забыли, что погодные условия. Вы начали проводить и уже там поняли, почему не заложили дождевики. То есть некоторые вопросы, они возникают только тогда, когда вы начинаете. Вот вы мысленно пришли на мероприятие, теперь думаете, а что если, а если вот так, а что мне для этого понадобится. Очень многие организации закладывают в свой бюджет приобретение оборудования или гонорары специалистов, которые не задействованы в проекте. Если это не соответствует целям и задачам, то градодатель будет рассматривать как ненужное раздувание бюджета. Вот, собственно говоря, о чем я говорю, что все, что вы просите, на что вы просите деньги, должно быть функционально востребовано в этом проекте, что вы будете это использовать. Не надо вам 10 компьютеров для реализации какого-то проекта, где хватит одного и так далее. А это еще большой, вы вызываете большой кредитный доверие с точки зрения вашей, действительно, то есть вы хотите проблему решить или как-то на этом решить свои личные проблемы. Не включайте в бюджет непредвиденные расходы. Это свидетельство о недостаточной проработке проекта. Что значит непредвиденные расходы? Большинство проектов просчитываемо. Непредвиденные расходы это удорожание, если какая-то техника или оборудование связано, привязано к курсу доллара, такая динамическая ценообразование имеется. Но даже здесь мы можем просчитать, мы можем всегда говорить о замещении на российские аналоги, если мы не можем использовать зарубежное оборудование и так далее. Здесь разные вариации. И чем больше этих вариаций вы предложите, тем больше для эксперта будет понятна ваша экспертность, что вы действительно в контексте проблем. Итак, основные моменты связаны с ошибками. Так, секунду, я проговорил. Очень важно, так, я сейчас хочу остановить демонстрацию. Итак, демонстрация экрана остановлена. Подскажите мне, пожалуйста, дорогие участники и наши организаторы. важная составляющая при ошибках, как их превратить в преимущество. То, что вы сейчас наблюдали в презентации, еще раз говорю, это те проекты, которые не выиграли. И не выиграли они, как вы видите, не из-за того, что ваш проект недостаточно хорош, а очень много связано с тем, как вы его подали, как вы его просчитали, то, какие действительно акценты вы правильно расставили. Вообще, проектная деятельность это некий путь, который нужно разложить. И здесь я опять повторюсь, хотел бы сделать акцент. Это то, как вы действительно пройдете его ногами, сначала на бумаге, а потом, собственно говоря, и мысленно. Важная составляющая при ошибках, составляющая при проектировании, когда вы все держите в своей голове. Попробуйте поделиться поделиться этой идеей с вашими близкими, чтобы они дали вам обратную связь. Актуальность, востребованность, они зададут те вопросы, которые, возможно, вас расстроят, или вы можете сказать, ну, почему вам не понятно, это же очень очевидные вещи. Но, пожалуйста, любого человека, который вам задает вопросы, даже очень неудобные вопросы, всегда благодарите, потому что, возможно, именно так же подумает эксперт. давайте возможность почитать ваш проект, я уже говорил, абсолютно людям, не понимающим суть вашего проекта. Если они его поняли, действительно загорелись идеей, действительно сказали, да, это нужно, это хороший показатель. Если люди не понимают, чего вы хотите, и самое главное, как вы это будете реализовывать, это уже говорит о том, что нужно этот проект дорабатывать. Итак, уважаемые участники, появились ли у вас вопросы? То есть, можно сейчас задать вопросы, которые мы с вами, собственно говоря, и отработаем. Так. У нас еще сколько времени осталось, уважаемые организаторы? Напишите мне, пожалуйста, чтобы мы понимали, насколько у нас еще есть время, какой материал я еще могу презентовать. Уважаемые организаторы, подскажите, пожалуйста, сколько времени еще у нас есть? 5 минут, я понял. Итак, завершающая ситуация по поводу ошибок. Значит, есть очень огромное количество сайтов, которые публикуют уже подборку готовых грантовых конкурсов. Значит, каждый грантовый конкурс имеет свою специфику. попробуйте свой проект, если вы подаете, вы действительно понимаете, что цели и задачи, которые вы поставили, они важны, нужны, самое главное, они принесут пользу обществу, вы сможете так же, когда говорят, я только на социальное ориентироваюсь, вы должны понимать, что в проекте вы развиваетесь, и для экспертов тоже важно понимать, что вами движет, то есть мотивация команды, ваша мотивация, она должна быть максимально отражена, это важные вещи, связанные с пониманием, для чего этот человек делает, потому что все мы люди, да, мы хотим делать добро, но при этом мы должны, ну как бы, мы должны понимать, для чего нам это нужно, то есть это обучение, это развитие, это расширение какой-то там сети помощи и так далее, то есть это нормально, когда мы видим внутреннюю мотивацию каждого члена команды, очень классно, когда я смотрю видео визитки, вот кстати, видео визитки команды, когда я вижу лица, если мы говорим о психологическом восприятии проектной команды, очень важно понимать, кому мы будем, кого мы поддерживаем, когда мы видим этих людей, видим горящие глаза, и они рассказывают о себе, о своей экспертности, говорят о том, что да, мы это реализуем, это всегда добавляет баллов и личного отношения к проекту, и мы уже даже оценивая, внутренне начинаем болеть, и там даже, если мы видим, какой-то из критериев не дотягивает, и мы думаем, ну почему, ну ведь тут надо было вот здесь сделать, вот это и добавляет, будьте более открытыми, не стесняйтесь говорить о том, что вы хотите, но и в целом, я желаю вам успехов, желаю всего самого наилучшего, побед в, скажем так, в вашей проектной деятельности. Всего хорошего. Дорогие друзья, сегодня мы немало говорили о социальных проектах, лайфхаках в их реализации, продвижении и продюсировании проектов, их трансформации в нестандартных ситуациях, а также прокачке личных компетенций. Также на полях форума состоялась защита социальных проектов ребятами, которые планируют принять участие в грантовом конкурсе. А теперь пришло время пообщаться с теми, кто прошел путь от задумки до реализации социального проекта и готов поделиться тем, как же это здорово, следовать за своей мечтой вместе с командой единомышленников, здорово получать поддержку в ходе реализации проекта и в его окончании понимать, что впереди новая цель и новый проект. Смотрим! Мы занимались театром сначала в одном частном театре, просто как артисты. Потом, три года назад, мы решили основать свой частный, независимый театр. Назвали его Центр современной драматургии. Еще через полгода мы получили на очень выгодных условиях вот это вот здание, в арт-центр на Любинском, на Ленин, на 9, что тоже является частной площадкой. Мы в взаимно выгодном симбиозе существуем. И по большому счету мы, ну как бы, официально мы не коммерческое предприятие, но мы зарабатываем сами себе. Мы хотели делать театр так, как он нам нравится, так, как мы считаем это правильно делать. Какие-то свои мои идеи, чтобы мы через это могли транслировать. И для этого мы создали вот такой театр. Естественно, так как у нас нет спонсоров, нет какого-то государственного финансирования, гранты – это единственное, возможное для нас, лакуна создать что-то, ну такое, визуально насыщенное в нашем случае. То есть мы в основном гранты берем на визуальное оформление спектаклей, на их там озвучивание, на приглашение дополнительных режиссеров из других городов, профессионалов, с которыми нам было бы интересно работать. Мы продавались на разный, первый самый грант, который мы получили от Министерства физической и культуры и спорта Омской области на форуме «Ритм». Мы взяли грант на оформление двух детских спектаклей. То есть тоже мы сказали просто, ребят, у нас все есть, у нас есть режиссер, у нас есть площадка, есть свет, нам нужно костюмы, нам нужно одеть артистов, чтобы детский спектакль был визуально красивый. Вот на это нам нужны деньги. Вот, пожалуйста, смета, вот столько стоит один костюм, примерно, вот, пожалуйста. Здесь, ну, естественно, чем больше грант, тем сложнее потом отчетность. То есть там с президентским грантом, который был уже там на более серьезную сумму, там мы были очень внимательны и все очень грамотно там посчитали, собирали все это. Но по большому счету тоже это было, скажу, что избыточно, но нам очень сильно помогали, к нам не придирались, нам грамотно, грамотно управляли, у нас не было с этим никаких проблем. Мы уникальны, ну, своей командой. То есть мы делаем, что бы мы ни взяли, мы делаем это так, как нам кажется правильным, так, как мы это видим, так, как мы это хотим рассказать. У нас есть огромная наша зрительская комьюнити, которая нас поддерживает, которая нам помогает с материальной точки зрения, там, кто-то нам привозит, помогает там лесом, например, если человек занимается, он может там что-то подбросить для декорации, там, или по цене заниженной, или вообще там где-то бесплатно как-то подвезти. Вот, ну, костюмы нам приносят люди, чтобы мы это перешивали. Вообще, все, что мы не попросим, нам приносит, у нас есть группа Попрошайка ВКонтакте, где мы пишем, что нам необходимо, и люди нам с удовольствием это все приносят. Вот, на самом деле, наверное, еще вот это вот зрительская комьюнити, вот такое общение со зрителем, мы знаем их очень хорошо, лично всех почти. Ну, сколько это возможно. Где-то это просто потому, что нас, например, знали, то есть вот на первый грант, когда мы подавались, то есть люди, которые сидели в комиссии, среди них были люди, которые знали, кто мы и что мы делаем, и что мы за свои слова можем ответить. То есть мне там в течение пяти минут, которые мне дали, не пришлось там сильно расписывать, что мы за коллектив, я просто сказал пару слов, зная, что там есть люди, которые знают, о чем речь. Вот, если говорить о президентском, например, гранте, то там мы просто выдались темой, наверное. То есть мы взяли грант на постановку в Омске спектакля по Достоевскому для бесов, значит, поднимали какие-то темы, которые нам интересны, которые, видимо, были очень тождественные, но на то время для тех людей, которые гранты выдавали. Вообще во всем, когда люди что-то создают, если мы говорим о творчестве, мне кажется, самое главное это делать это честно. Если люди делают это честно, во-первых, это сразу видно, а если я вижу, что люди делают дело честно, им нужно немного помочь, я могу это сделать, типа, почему бы мне не помочь? Это же тоже логично. Гранты выдают люди. Людям должно быть понятно и внятно. Это то, что нам объяснили на первом самом форуме. Говорят, ребята, нужно понимать, что это будет человек делать. Человек должен принять решение, дать вам денег или не дать вам денег. Для того, чтобы принять решение, ему нужно, ему нужно внятно объяснить, представляете себе, что вы разговариваете с конкретным человеком. Причем этот человек, даже он вам предрасположен, вам не нужно ему что-то доказывать. Он хочет вас услышать. Поэтому здесь действительно ничего сложного нет, надо просто делать. Я когда первый раз попал на форум, я вообще не понимал, как это вообще делается, грантовая история, что это такое. Мне казалось, что это должны сидеть специально обученные люди с двумя высшими образованиями и заполнять очень много различных тонну бумаг, чтобы получить 2000 рублей. Оказалось, что все гораздо проще и это объясняется очень просто, объясняется доходчиво вот так вот на пальцах с примерами из жизни. Тут же ты общаешься с ребятами, которые получали гранты или не получали и объясняют, почему у них не получилось. Там очень много информации за неделю ты получаешь и там же были случаи, когда люди приезжали туда без гранта, без какой-то заявки, но с какой-то идеей и там внутри прям уже успевали ее оформить, потому что там среда позволяет. Если вы хотите сделать грант, оформить, но вам страшно, непонятно, то вам прямая дорога на форум. Там вам все очень внятно разжуют, за руку проведут просто от А до Б. Это же ваша идея. Если это то, без чего вы не можете существовать адекватно, не могу не говорить, говорю вот именно вот об этом, вот это должен сделать, вот считаю это в городе прям необходимо и будет хорошо, то это нужно делать. Все очень просто. С самого детства я мечтала стать врачом и в студенчестве я решила помочь не напрямую, как врач-офтальмолог, а опосредованно людям с низким зрением, разработав специальную гимнастику для глаз. Мне удалось выиграть грант с первого раза. Уникальность моего проекта заключается в том, что мы разработали специальную методику для тренировки мышц глаза. То есть на самом деле там не было ничего трудного. Мы брали однотипные движения глазами, типа вверх, вниз, вправо, влево, но в определенной последовательности и наложили эти движения на специальную картинку. Ну, то есть и соответственно сделали тренажер. Еще мой проект уникален тем, что мы не только за один день провели гимнастику для глаз. Мы, так сказать, увековечили этот проект. Мы распечатали вот эти вот, вот саму гимнастику, саму методику, мы ее распечатали на специальные бампера. Вот. Сзади написали инструкцию и раздали всем желающим. Таким образом, каждый, у кого этот бампер сохранился, а уже прошел почти год, может делать зарядку и, я надеюсь, получать эффект достойный. Наверное, вера в свой проект. Когда я поехала на форум «Ритм», у меня была просто идея. А форум помог мне вдохнуть жизнь в него, что ли. То есть, когда ты не один, это здорово. У нас были прекрасные наставники, также туда приезжал в баре Алибасов. И я к нему лично подошла и объяснила суть своего проекта. Он тоже подсказал мне несколько идей, которые на самом деле ими, как раз таки, ими я и пользовалась в реализации проекта. Самое главное – это видеть картинку, видеть именно то, что ты хочешь сделать. Потому что, если ты не понимаешь, что ты хочешь, вот прям по порядку, если ты не понимаешь, что тебе там нужно три человека здесь, чтобы они делали именно это, 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 или есть какие-то проблемы в твоем видении проекта, оно никогда не получится. Наверное, самое сложное – это как раз таки социум. Было очень тяжело договариваться с людьми. Было не тяжело печатать бампера с тренажером для класса, ручки для волонтеров, футболки. Было не тяжело делать именно это. Было тяжело договариваться с образовательными организациями. Было тяжело находить волонтеров. Но все это выполнимо. К сожалению, у меня не было опыта в таком плане, поэтому мне, конечно, пришлось тяжело. Но Министерство спорта оказывало помощь и, в принципе, волонтеры-медики, которые мне по итогу тоже помогли. Если у тебя есть идея какая-то, которую ты хочешь реализовать, обязательно ее нужно реализовывать. И чем сильнее твое желание, тем она, правда, быстрее может получиться. Я думаю, что вообще форумы какие-то такие молодежные, это очень-очень хорошая платформа для того, чтобы реализовать свои возможности. потому что у нас есть время, у нас есть возможности, мы молодые и креативные, мы можем перебнуть горы на самом деле. Когда я год назад одна реализовала, одна серьезно реализовала проект на полторы тысячи человек, я не поверила. Но я верила в свой проект, и поэтому все получилось. Поэтому вперед это здорово. Я студент педагогического университета факультета искусств. Все началось с того, что появилась потребность творить где-то дополнительно вне университета и вне дома, так как дома это мало, ну, очень сложно реализовать. Возникло желание в создании какого-то нового пространства или, если говорить о последнем проекте, то в создании массового творческого мероприятия. Собственно, возникла потребность, поэтому способом реализации были как раз грантовые конкурсы. Выиграть грант получилось со второго раза. Первый раз я пробовалась на форуме «Ритм». Там мой проект наполняли содержанием очень качественным благодаря экспертам это получилось сделать и уже на фестивале Таврида Арт мы выиграли два своих первых гранта сразу. В том году мы реализовали проект «Твой Рим открытая мастерская». Это творческое пространство для детей и молодежи, где каждый желающий мог прийти и заняться творчеством. Там мы проводили мастер-классы, творческие курсы, занимались с детьми и со взрослыми. Буквально полгода назад мы выиграли еще третий грант на создание фестиваля «Воздух творчества», который проводился совсем недавно. Работа с экспертами очень активная, которая была как раз на форуме «Ритм». Ну и поддержка творческой команды. Человек 15 и все это в основном студенты, друзья, ну такая творческая компания. Реализовать. Написать грант и выиграть его не так сложно, как потом действительно осуществить это в жизни. Получилось так, что когда ты планируешь, ты планируешь все поверхностно, не углубляешься, а когда ты уже сталкиваешься с этим в жизни, все становится совсем иначе. Ну, тут уже как-то своими силами справлялись, с помощью каких-то знакомых, может, что-то искали. Ну, друзья, команда помогала всегда. Участие в форумах и фестивалях различных это всегда ты получаешь опыт организатора, ты смотришь изнутри, как создается какое-то мероприятие, как это организовывается и этот опыт уже можно перенять и использовать в своей проектной деятельности. В первую очередь это дает знакомство, расширяется круг общения, вот собирается как раз этот костяк, команда, это для меня самое главное в этих всех проектах, которые мы проводили, реализовывали. Ну, и организованность, воспитание себя, самодисциплина, это тоже очень здорово и полезно. Я решила создавать и реализовывать свои проекты, потому что появились идеи, которым необходимо было свое воплощение отдать. Я занималась студенческим самоуправлением, и исходя из этого появились идеи развития надпрофессиональных компетенций у студентов. Грант получилось выиграть с первого раза, сразу. У меня два грантовых проекта есть. Изначально первый, который я выиграла на форуме Rhythm, это региональный молодежный тренинговый центр Impulse. Это сообщество тренеров, которые помогают студентам и молодежи развивать свои надпрофессиональные компетенции, для того, чтобы они были более успешны впоследствии на рынке труда и в общественной деятельности. Это была изначально первичная идея создать такое сообщество. На ритме мою идею поддержали. Впоследствии, после начала реализации проекта, стало понятно, что проблемы, с которыми сталкивается молодое тренерское сообщество, они типичны для многих сибирских регионов. И в 2019 я участвовала в всероссийском конкурсе грантов молодежных инициатив для физических лиц и выиграла там грант на интенсив для тренеров неформального образования Сибирского федерального округа. Мне помогло выиграть грант в первую очередь моя команда, которая в меня верила, которая поддерживала нашу общую идею и развивала ее. И сама атмосфера форума ритм, люди, которых помогали писать проект в комитет, который всегда поддерживал. И вот это незабываемое ощущение, когда у тебя есть какая-то мечта и действительно твою мечту понимают, поддерживают и дают возможность ей развиваться. Самое сложное в социальном проектировании наверное придумать уникальную идею и найти для нее целевую аудиторию и возможность ее реализации. В принципе в самом социальном проектировании и написании проекта ничего сложного нет. Свои авторские проекты стоит придумывать и реализовывать, так как окружающий мир зависит от нас. И то место, где мы живем, и тот круг общения, который у нас есть, мы сами его создаем. Соответственно, мы сами создаем изменения в этом мире вокруг себя и создавать эти изменения можно с помощью социального проектирования и социальных проектов. субтитры висx Продолжение следует...